Добрый вечер И так в угоду МВФ правительство рискнуло и повысило цены на газ для населения А какие цены автоматически вырастут и далее на этом уже дорогом топливе Спросим у членов нового кабинета министров, они сегодня гости нашей студии Поговорим и о новой инициативе Минюста Надежда на сексотов в борьбе с коррупцией Неужели все другие способы, кроме как институт стукачества, уже исчерпаны? Это не все темы, но начинаем прямо сейчас Итак, первая тема, мной уже фактически заявлена Говорим о тарифах, о новых ценах на газ для населения Не станут ли эти цены удавкой для нашей страны? Почему это решение кабинета министров о повышении цены на газ было принято именно сейчас? Правы ли те критики этого решения, которые говорят, что с ним можно было и повременить, и принять новые тарифы примерно через год? Этот вопрос я адресую Игорю Насалику, министру энергетики и угольной промышленности Украины Доброго вечера Напевно, мы должны сказать и посмотреть историю развития нашей страны и создания финансово-промышленности Де появлялись олігархи, про которые говорят сегодня? Они появлялись на рынке энергетики, они появлялись на банковском рынке и они появлялись на рынке металлургии Чему они появлялись? Только потому, что были разные цены Была возможность продавать, купить по одному цене, продавать по другому На кисть, с приняттем закону про рынок газа, мы пришли до единого цены Цена, которая не дает возможности спекуливать на этом рынке Поэтому, создавая закон про рынок газа, который вошел в дию Так, еще нужно сделать, скажем, целый ряд законодавших, подзаконодавших актов, что он запрацювал в повинной мере Но, можно сказать твердо, что историческое решение, которое приняло Кабинет Министров Украины Звивши все до единого цены, сказало только про не Игорь, но я не могу не уточнить сразу, как по-вашему могла, например, спекулировать на рынке ценообразования газа Одинокая пенсионерка, которая и так экономила, недоотапливала дом, чтобы вложиться в эти 1200 кубометров Пенсионерка никогда не экономила на этом Про субсидии расскажет пан Рева Но разные цены на газ, а их были 3600, 5200 и 7200 Дала возможность спекулировать тем операторам рынка, которые на нем работали Хорошо, вы все-таки не услышали, наверное, мой первый вопрос Почему именно сейчас? Год еще можно было ждать или нет? Давайте, если можно, я прокоментую, почему, в принципе, сейчас Попробуйте вы Цена на газ на святом рынке падает И поэтому та цена, которая должна быть, если бы уряд не принял никакого решения, начиная с 1 травня, она становила бы 7188 гривен Но мы видим, что сегодня европейские рынки газу показывают снижение цены И, соответственно, если бы уряд не принял это решение, фактически весь межопаливальный период наши споживатели платили бы больше, чем ця рынковая цена Другой, что касается, почему это решение нужно было принимать Давайте просто сравнимаем две простые цифры Если мы возьмем 2014 год, у нас были набегато низкие цены на газ Но, фактически, с бюджета мы дотировали НАК «Нафтогаз» на 100 миллиардов гривен А теперь беремо 2016 год, когда мы сравнимаем цены до так называемого импортного паритета и получаем прозорую цены И мы получаем обсяг, который держава с бюджета направит на пильги и субсидии, то есть адресную допомогу тем, кто фактически их потребует Это порядка 40 миллиардов гривен Так вот, насправді, 60 миллиардов гривен – это та экономия, это те возможности нам с бюджета профинансировать додатково Витрата на оборону, подняти те решения, которые уряд принял, додатково подняти социальные стандарты, профинансировать строительство дорог Фактически, если мы сравнимаем эти две цифры, то мы понимаем, что мы на 60 миллиардов гривен додатково дотировали тех, кому ци дотации не нужны были Хто споживал много газа, кто имел высокие доходы и не потребовал субсидий Чему такие люди должны были получать дешевую цину на газ? И третий, не менее важливый, почему это решение нужно принимать сегодня? Если мы поднимемся на очень простую статистику, мы говорим долго про нашу энергетическую независимость Но если мы поднимемся, сколько Украина добивала газу, например, в 1975 году Это было 68 миллиардов гривен, миллиардов кубометров газа Сегодня это почти 34 миллиардов гривен, почти 20 миллиардов газа Если мы и дальше не будем инвестировать в свой видобуток, мы, снова таки, тем больше мы будем импортозалежны Тем больше мы будем импортозалежны от импорта газа, чем от России, чем от Европы И если мы, правда, хотим стать энергетично независимой страной, то нам нужно рынковые цены на газ И нам нужно масштабные инвестиции в развитие видобывания в Украине Скажите откровенно, решение о повышении тарифов, оно было в первую очередь продиктовано тем, что вы говорите Желанием развить отрасль, пустить деньги на оборону дополнительные и так далее Благих целей вы можете назвать очень много Или все-таки это было жесткое и последнее требование МВФ, которое вы не могли не выполнить? Напомню, много кто из вас знаком с меморандумом МВФ, который опубликован на сайте Министерства финансов И на самом деле это решение, которое принял уряд, оно амбитнее, чем вимоги программы МВФ И, власне, мы приняли это решение не потому, что это вимога МВФ, а потому, что это нужно сейчас для страны И это, на самом деле, последний этап повышения тарифов и доведения их до прозорой цены И, власне, не потому, что это вимога, а потому, что, власне, сейчас это очень слушный час Как с точки зрения динамики рынка на энергоносе есть, а святовые цены на энергоносе падают Так и с точки зрения того, что мы четко понимаем, что нам нужно развивать власный выдачный газ Единственное, не вовремя, он только с точки зрения доходов наших граждан, скорее всего Можно ли было не выполнить это требование МВФ? Давайте подключим к нашему диалогу всех присутствующих и экспертов Да, Андрей Ермолов, пожалуйста Вам поможет моя прекрасная помощница Лана Спасибо большое Я начну, наверное, с простых вещей Нет такой категории вечные цены Если кабинет министра и премьер-министр открыли такую категорию, это достойно Нобелевской премии Во-вторых, что касается конъюнктуры мировых цен Нет такого феномена, как мировая цена на газ Цены регионально привязаны, но есть, конечно, привязка к конъюнктуре цены на нефть Вы помните дискуссии с участием ведущих энергетиков о загадочных формулах? Там есть и политическая составляющая, и коэффициенты Это все решается на межпроительственном уровне и на корпоративном уровне Но самое важное, о чем я хочу сказать, насчет важности принятия этого решения сейчас Наверное, было бы справедливо в отношении всех категорий населения Сделать сначала работу, которую сейчас делает, насколько я знаю, Министерство социальной политики Это ревизия всех социальных категорий, получающих компенсации Разнообразные льготы, разбор полета с теми, кто получает по чужим паспортам Создание полноценного кадастра в работе с местным самоуправлением После этого сохранение все-таки льготных категорий Потому что, что бы вы сейчас ни говорили, но вы обрекли действительно десятки тысяч Если не сотни тысяч семей На то, что они либо будут, извините меня, лапу сосать Либо они не будут вам платить Но самое, пожалуй, важное Это миф о том, что это прозрачная антикоррупционная цена Послушайте Ведь махинации происходят на рынке не только в связи с разницей в ценах разным категориям Но и за счет зритжения газу За счет манипуляции объемами То есть, грубо говоря, количество оборудок, которые сохранятся на рынке, будет тоже За то, что вы сделали, вы упростили подсчет Вот это правда С помощью этой цены вам теперь легче манипулировать бюджетными категориями Является ли это требованием МВФ? Буквально нет Но то, что это решение привязано к выполнению обязательств, связанных к получению кредитов, это факт Поэтому мне кажется, что линия защиты, которая принята, просто ложная И не то, чтобы не нужно было заниматься ревизией рынка Нужно быть честнее в отношении того, что вы делаете То есть, повышать нужно было, но можно было и подождать, подготовиться, правильно? Нет, изменять механизм, несомненно Но перед этим нужно было провести работу, которая не велась ни в представительстве Подготовиться Совершенно верно Борислав, я отвечаю за вопрос, нужно ли было это делать сейчас? Нет Если не учитывать конъюнктуры неполученных кредитов Понятно Борислав? У вас очень благие намерения Но, как известно, благими намерениями устала дорога в ад Давайте не будем об аде, давайте поговорим о Боге Я объясню о чем А как же так, что вы нарушили главный принцип? Вы захотели убрать коррупционную составляющую Но в то же время, мы знаем, что, допустим, на газ Тарифы для религиозных организаций остались достаточно на низком уровне В районе 3900 за 1000 кубометров А для обычного человека 6900 3000 гривен на 1000 кубометров Это много или мало? Для обычной старифистической семьи это более чем громадная сумма Так что же получается людям? Объединяться в кружки сатанистов? Регистрировать их? А после этого идти и говорить Дайте нам нашу скидку? Или вы в этом случае несколько лицемерите? Мне просто интересно Где действительно реальная цена? Та, которую будут получать религиозные организации? Или та, которую будет платить пенсионерка? Пенсионерка, у которой еще снимают к тому же часть пенсию в виде налога Да, Юля Страстная пятница, она пройдет А в понедельник этот вопрос не рассосется Я вам скажу больше, что когда закончится Страстная пятница И даже когда закончился чистый четверг, ситуация не изменилась И когда в понедельник, когда закончится Пасха Вдруг выяснится, что религиозные организации стали больше потреблять Вы скажете, что этот вопрос опять не надо поднимать До Рождества Правда? Все-таки Вы показывали графики и начали говорить о газе собственной добычи Все-таки, что мешает на сегодняшний день Украине Получать газ собственной добычи для частных, для населения Я просто хочу напомнить Каждый оппозиционер у нас всегда критиковал любое правительство именно этой темой О том, что коррупционная власть не хочет Тот же Яценюк, последний пример Во времена премьерства Азарова Говорил о том, что Азаров обманывает население Не дает газ собственной добычи людям по низкой цене Сам пробыл два года практически премьер-министром Этого не сделал почему-то Может быть пришла пора? Ну я не знаю, чи пришла пора Но если вы уже меня посадили рядом, поруч с коллегами из Уряда То я чувствую необходимость их трошки защищать Так вот я хочу сказать, что мы, коллеги с Кланом Насаликом Працювали в одному комитете, в паливно-энергетическом И я особисто, и он, мы поклали, ну, майже там, півтори роки своего життя И я завжди додаю еще несколько кг ваги, чтобы довезти всем в Украине Нема такой штуки, как дешевый газ Это первая теза Другая, его не хватает в Украине И именно поэтому все уряды до этого уряда и еще несколько за ними будут купить, импортировать газ где-инде Чи есть у нас потенциал? Есть, потому что мы страна сьогодни с подтвержденными заложами газа Но, уявите себе, я вам скажу, он сегодня под нами Чи мы можем его просто дистать? Нет, нам нужны инвестиции На жаль, потому что был популизм В 2014 году изменили ренту под различными гаслами То олигархами называли, то еще что-то И нивелювали проблему того, что газ потребен людям у этой студии Нам всем, как споживачам Довели индустрию до того, что сегодня скорочивается весь видобуток И фактично мы, последний год, боролися за единое Я бы очень хотела, чтобы сегодня уряд не расслаблялся Это решение действительно очень важное И давайте будем щиры, коллеги политики Жоден из нас не хотим бы его принять Мы бы все хотели быть после них Мы бы хотели, когда они расчистят эту часть коррупционную ринку Мы хотим прийти и быть после них Это первая щирость Почекайте А дальше, я вам скажу Есть конкретные кроки сегодня, которые этот уряд должен взять на себя И я особисто чекаю от Игоря Степановича На сколько процентов вы сегодня пообещаете Поднять нам свой видобуток газа Я вам буду в усьома допомагать Отвечайте, пожалуйста, да, Игорь Только сразу при этом уточните Сколько дадите ли вы его населению этот газ собственной добычей И сколько он тогда будет Он сегодня уже, погоджусь с паней Олею Я хочу развеять малысенький миф, про который говорил пан Береза Миф про то, что тарифы поднимутся Вот начинаючи, мы реально побачим Послушайте, есть тревоги месяц Я не сказал, что тарифы поднимутся Я вот хочу всем, всем, пан Береза Дайте мне мнение Я сказал, что вы делаете окремый тариф для религийных организаций Дайте мне сказать про население Что людина, что людина может не дочекать Когда вы измените для них тарифы Мы уже изменили для них тарифы Я должен сказать, что нас смотрят все жители, вся Украина смотрится Реально цена на газ, которая и основа творчества для тарифа Она изменится с 7200 до 6887 Что это значит? Это значит, что целая категория в летний период отримает платежки в тарифе месяце И в этих платежках будет цена на 5% меньше, чем они отримали в квитом месяце Это один Чему самая найбільшая проблема? Я, как местный глава, могу про это сказать Бывший местный глава Если вы перегляните вопросы не с точки зрения поставщика, а с точки зрения споживача Поверьте, будет абсолютно другая ситуация Кроме того, последний штрих При всем этом у нас не изменилась цена на газ Я хочу тебя, кого расстроить Цена на горячую воду увеличится там, где палят газом Это не так много населения Украины Порядка 4,5 миллионов Там, где иди... Так, это 10%? Это из 42% Вы понимаете? Это 10% населения? Для вас это не много? Это важное Ну, пан Береза, вы же... Ну, если вы говорите, что 10% это не много Вы мали быти міським головой Киева, я знаю Вы знаете, я могу сказать, что вы были міським головой Что изменилось в этом? Вы пришли сейчас и рассказываете нам, что это очень хороший закон Иншого выхода в Украине не было О, про это скажите, но скажите еще Я хочу продолжить тему газа собственного производства У нас есть представитель Батькевщины здесь, Игорь Луценко Игорь, вы сейчас используете, в общем-то, эту тему А то, что украинец должен получать украинский газ Скажите честно, вы немного лукавите, когда говорите, что украинского газа нам хватит? Да нет, я не скажу, что нам украинского газа хватит Вы получаете додатково миллионов субсидий Уважно слушаю, что сейчас говорят И мне кажется, что у нас у всех очень короткая память Я когда слышу про газ украинского производства Про то, что он дешевший, чем тот, который мы купим за кордоном Я всегда вспоминаю свою бабусь Она была простая учителька, работала почти 50 лет в школе И она всегда мне говорила Вот уявляешь, наприкінці 40-х годов Каждый год по радио оголошили Про снижение цены на продукты харчевания Ось как держава Дбала про свой народ Уже когда я стал старшим И начинал разбираться, как же это В чем суть этого экономического феномена Я понял, что все было очень просто Был колгосп И была держава И цину визначал не товаровиробник на рынке А держава директивно регулювала По какой цене она будет купить продукты харчевания У этих товаровиробников И занижая цены на продукты харчевания Вони просто убивали товаровиробника И как следует Скорочилось виробничество сельско-господарской продукции И потом, после того, что произошло, мы памятаем Закончилось цим, что в 60-е годы Почался импорт продовольства Из других стран До конца своих дней Мы понимаем, что вы одобряете этот шаг правительства по повышению тарифов Скажите, что будет с людьми, которые требуют субсидий Субсидий на всех хватит, грубо говоря, или нет? Скажите, пожалуйста, в ответ можно отримать Сколько украинцев придут до вас за субсидией? Я же вас не буду требовать Я скажу А я не люблю, когда люди любят и вас не отвечают, но не отвечают на вопрос Ну, по-перше... Я все Я не буду вас требовать взагалі Чи можно было Нам уже 20-е годы и существует И ни в кого не хватило духу Зробить те, что сделал уряд сейчас Зробить единый тариф на газ Припините маніпуляции и припините разкрадание Те, что происходило в нашей стране против всех субсидий Питание, сколько разкралось? Можно я скажу? В 2014 году Когда мы работали на 409-й постанове Яка встанавливала впервые в Украине социальные нормативы в житлово-комунальном господарстве Мы пораховали, вот видите себе По санитарным нормам В той час на господарство, яке опалювало своё житло газом Списывалось 11 кубических метров газу на квадратный метр площади Ну, уявите себе, 100 квадратных метров житловое примещение 1100 кубометров газа После этого, разница в тарифах, которые для населения были ниже Бюджет компенсировал Физичные обсяги, которые не были использованы Фактически реализовывались второй раз Так вот, за оценками тогда Министерства регионального развития Володимир Борисович Гройсман его очолювали Близько 500 млн евро на рік Только за счет этой маніпуляции пропадали Вадим Карасов, пожалуйста Дякую за вопрос Дивите Может быть субсидий там 5 млн, 6 млн Может даже и 8 млн Но проблема не в этом Сколько будет на субсидии Заради чего это делается Видите, я чую и я дивуюся По-перше, нет ни где прозорие цены на газ Ну это пробачьте, это штучный талант Это вам не рынок среднего дебного бизнеса Да и есть так звана конкуренция в Вильно Это рынок, как кажут, несовершенной конкуренции Вы хотите сказать, что Вадим, я правильно понимаю, что вы хотите сказать, что новый тариф на газ списан с потолка? Нет, это политическое решение Вот это я хочу сказать Это политическое решение И подождите, сейчас секундочку И пан министр сказал, что они принимали решение для того, чтобы не было олигархов, потому что олигархи с этого брали и как раз с этого они зарабатывали Я сказал про единую цену А теперь можно пробить? Я сказал про единую цену Вы сказали, что главное тут получить энергетическую независимость Вы мне скажите, ответьте на один вопрос Ради чего это делается? Ради чего теперь дешевый труд Вы сказали, газа не бывает дешевого А дешевый труд бывает у нас Ради чего люди должны нести издержки повышения цены на газ Скажите, какая цель тут главная? Только не говорите мне, что борьба с коррупцией С коррупцией можно по-другому бороться Дальше Не говорите мне, что энергетическая независимость С энергетической независимостью можно по-другому бороться Скажите, главная цель, что вы хотите? Добре, теперь начну с первого Газ – это товар И если вы не знаете, я вас поведомлю, что в Европе есть как минимум 4 биржи на которых газ котуется как товар Я вас не перебивала, теперь вы меня не перебиваете Другая И можете посмотреть котирование Если до этого у нас Конкуренция там свободная? Скажите мне Звичайно Будь-який трейдер зарегистрованный на бирже может купить этот газ Это редкий товар, чтобы вы знали Если на этих торгах цена на газ снизится У нас тарифы пересмотрят в сторону снижения? Конечно Вы это гарантируете? Это предусмотрит Давайте я тогда отвечу на все вопросы, я вас не перебивала, поэтому дослушайте Это было уточняющее Спасибо Для того, чтобы у нас сейчас газ перестал быть политикой, перестал быть о том, о чем говорили политическими переговорами, что стоило нашей стране порядка 50 миллиардов долларов за последние 10 лет и стоило нам того, что у нас происходит на востоке Украины сейчас Так вот, это впервые у нас цена взялась не с потолка, не нарисована, а с котировок помесячных, самой ликвидной биржи в Европе, NCG, германская, с доставкой в Украину и мы всем можем показать, что это 185 долларов на входе в Украину по среднему курсу Дальше к этой цене добавляются тарифы внутри страны, налог на добавленную стоимость и оттуда берется конечная цена потребителю, поэтому здесь политики больше нет, так и как нет политики больше в закупке природного газа в Украине Мы его на сегодня покупаем там, где он нам дешевле, если это дешевле в Европе, мы покупаем в Европе, если это дешевле в России, мы будем покупать его в России, но мы не будем покупать его по контракту, где базовая цена 450 долларов И историю с этим контрактом мы все знаем Спасибо, море вопросов у нашей судьи Да, Николай Все зададите вопрос Чтобы тарифы переложили на людей Николай, пожалуйста У меня, коллеги, вы знаете, у меня такое чувство, что я нахожусь на совещании, ну там, нефтегазовой компании, можем там, предположим, нафтогаз Где идет совещание в отношении того, как снизить издержки, как повысить прибыльность и так далее И совершенно вы забываете, что за этим стоят миллионы людей Вот сейчас в зале, в студии спорили, сколько у нас все-таки граждан на сегодняшний день От чего считать 10% с учетом неконтролируемых территорий, с учетом погибших, с учетом всего-всего Но то, что сейчас происходит, ребят, ну не обижайтесь, но вот слушать о том, что это действительно огромное завоевание современного нынешнего правительства Это просто стыдно слушать Сделать за последние два года, увеличить тарифы за все это время, вот если взять период Яценюка и Гройсмана В 8,2 раза И сказать, что это, таким образом, борьба с коррупцией, если на сегодняшний день 43% населения просто не в состоянии платить уже сейчас И мы не знаем, сколько будет дальше, если абсолютно ничего не делается И при этом рассказывать про какую-то борьбу с коррупцией Ребят, ну вот вы же авторитетные чиновники, вы работаете в правительстве Ну нельзя так издеваться над собственными гражданами Но это даже не смешно и совершенно непонятно Я вас прошу, давайте действительно, если вспомните, о чем говорил Арсений Петрович в этой студии в 13-м году Он говорил про собственную добычу Сейчас вы про собственную добычу говорите, вообще не надо о ней говорить Давайте будем думать про инвестиции Таким образом, за счет наших граждан мы повысим инвестиции, у нас будет так хорошо Ребят, что вы говорите, вы себя слышите, кроме 40 миллионов людей Таким образом, я хочу в чем-то поддерживать уряд, а в чем-то застерегти и покритиковать Мабуть, унификация ставок – это хорошо И, мабуть, это действительно позволит покласти край тем зловживаниям, про которые говорил пан министр За счет разницы для промышленных жителей и для всего населения, когда были с этим манипуляции Мабуть, но не возможно было бы поделать эту коррупцию в нафтогазе за счет другого, единого и прозоро перехованного тарифа Не за счет тарифа, взятої на каком-то німецком хабе Адже наши зарплати, украинские, не берутся на німецком хабе И наступное, коллеги, питание Если уряд сделал этот шаг, вы не должны на этом в никаком разе остановиться Вы должны дать людям возможность скоротить их споживание и, соответственно, скоротить их витрати Что это означает? Это означает належный облик газа Люди не должны платить по каких-то мифических нормах Люди должны платить по обликах приладу газа И сколько спожив, сколько сплатил То есть еще его нужно купить, Петяна? Нет, не люди должны купить Я про это и говорю, что этот уряд зараз влитку Повинен забезпечить придбание за счет газовых компаний Цих лечильников и обладнание каждого будинка этим приладом облику Наступное питание Желательно еще это сделать честно и прозрачно Абсолютно верно Наступное важное питание, которое я хочу поднять Это качество газа Адже, если вы есть фаховцы, я уверена, что вы таким и есть Вы знаете, что мы должны платить, согласно с европейскими директивами Не за кубичный метр, как сейчас есть в наших платежках А за килокалории И я, как гражданка Украины, должен иметь возможность Подивиться, сколько я споживаю, если это для меня за много Прикрутить И этот газ должен быть качественным Мой чайник не должен стоять 10 минут для того, чтобы я скипятила воду на чай В этом проблема Основные кроки, которые сейчас должен уряд сделать влитку Дайте людям Не просто перекладить дефицит нафтогазу на программу субсидий Вы говорите, что мы скротили дефицит нафтогаза Говорите правду Дефицит нафтогаза это было на монтаж на государственный бюджет Татьяна, мы вопросы поняли Игорь, ваше министерство готово к всем этим вызовам? Они не все перечислены, Татьяна От ответ на вопрос, я считаю, мы на сегодняшний день не покупаем жодного куба газа из России Мы не получаем жодного тонна вугиля И это уже часть нашей независимости Енергетической независимости Пані Остриков, полностью вас поддерживаю И этот крок, который мы сделали сейчас в рынке газа, он необходимый, необходимый Я думаю, вы заперечивайте не будет Но это первый крок Нафтогаз, как такая структура, помните, кто В период, тем больше экспертов Когда он создавался, как монополия Он создавался в 1997-1998 году Он создавался известным всем Игорем Михайловичем Бакайом Под что? Под выборы президента 1999 года От именно создание этой монополии Я ее назвал, химерной структуры Где не видно было ни цены газа Ни ее распределения И привело до того, что мы мали еще буквально рік назад А сейчас это все будет разрушено А теперь, а теперь, а теперь Можна я завершу? Я вам не повин Буквально 45 секунд Я дивился на это все Так вот мы пришли до самого основного В 1999 году эксперимент в горнометалургическом комплексе Друзі, друзі, друзі Друзі, дайте мне, до чего мы перейшли? Меня больше волнует будущее Украины, а не старое Друзі, а про промисловець будет у вас на попереднику? Я могу завершить Прекращайте До того мы перейшли Говорите, что вы из Украины сделали? До 1 червня Видобывание Цієї энергетичної галузи Мы сейчас сидим И именно эта система Реструктуризации И даст полностью Открытый и зрозуменный процесс Добродомова есть вопрос нашим министрам, пожалуйста Можно я прокомментирую Маланченко? Нет, не много раз Вы прокомментируете, обязательно там возможно Просто слухаючи це Я згадую пропозицию пана Юрия Насалука Про то, что для оборудованного тарифу Потрібно скласти рабочую группу Куди запросити и парламентарів Для того, чтобы разобрались с ценой на газ Зо всем И сколько в нас власного видобутка Куда делится, до речи, из предстоящих 3 млрд Это еще из доповедей и аудита Держфининспекции Гордієнка Пригадуете, так? Газа власного видобутка, который выпаривался И доси не может его найти Правильно вы згадали про нафтогаз Украина, которая, до речи, фигурует Там складывается, теперь просто это Перекладают на плечи населения По збитках цего нафтогаза Украины Мы знаем, что там делается Чи можно сделать, наконец, Те, чего не делали никогда Яка, первое, не водобувает Не транспортует газ, так? Яка только перекладает листочки Но, вартость от этих 6-800 Так, почти половина Грошей Идет на эту структуру На покрытие тех взбитков Которые были и перекладаны на населения Для этого, господин министр Забрали Чему забрали Население Оцю пильговую норму В 1200 кубов, которая costовала 3600 грн И именно через это Зараз будет увеличение Кликости пильговых А я считаю, что Эта пильга Это как доведка про бедность Яку зараз будет выдавать Кожному граждану Украины Почему нет льготы 1200 кубов Треба бороться не с ценой на газ А треба бороться с доходами населения Если бы доходы населения Вы не ждали Вы не ждали Вот вы не ждали Вот вы не мешаете Господин министр Вы же не ждали Когда поднимутся доходы населения И мы сделали Как не знаем С 1 грудня И принято новым урядом Доходы населения уже зростут Не на 6% Как прогнозировалось А на 10% Мы на конец приняли решение На 100 грн На 150 Можете дослухать Мы приняли решение Якое бы дорожало население Украины Мы сняли 15% Из работающих пенсионеров Яки были Кроме того Так вы же не отменили Это решение по 15% Пане Дмитрию Мы запропоновали парламенту Это может сделать только парламент На жаль Это может сделать Нет его в парламенте Ну мы же не будем спорить Если можно Я додам Были очень слушанные Зауважения народного депутата Стосовно и обліку И якости Насправдя Так Другая велика проблема Это насправдя Споживание тепла И облік тепла И мы разом с комиссией Власне Працюем над Забезпечением Протягом 2-3 роков Повного обліку тепла Потому что что у нас Отбывается на сегодня У нас страшенны Втраты в мережах У нас Не облікована Кількість тепла Яки мы споживаем А в результате Если вы в зиму Взимку проедете Реструктуризации Накнафтогаза Украины Я должен сказать Что я Вважаю Что Накнафтогаз Это Надбудова Яка не потрібна В структуре Формування Третьего энергетического Пакета Ну мы услышали Четкое заявление До июня не так много Мы проверим Давайте посмотрим Что думают зрители Убедили вы их или нет Мы задавали им вопрос На нашем сайте Подробностью И они могли ответить На него Считают ли они цену На газ Новую Справедливой Я попрошу режиссеров Дать нам Варианты Новые тарифы Будут несправедливыми Считают 69% Тех Кто нас сейчас смотрит И голосует В это время На сайте Подробности И 31% Наших зрителей Считают их Справедливыми То есть Экономически Обоснованными Мы закончили Мы закончили С того Что услышали Политическое В принципе Заявление От господина министра О том Что судьба Нафтогаза Будет решена Уже до 1 июня Политическая Модель Это не Это раз Политической воли Я сказал Что будет Запропонована Модель Спасибо что уточнили Политической воли Политической воли От нового правительства И от депутатов Ждет президент Как никогда Ранее Очень сильно Ждет Сегодня он заявил О том Что на днях Обращается Явно он при этом К правительству Говорит что пора Заканчивать экономический Кризис Переходить к росту Экономики И заявил Очень громкую фразу Как по мне Что война Больше не может быть Оправданием Экономическому кризису То есть на войну Больше Не спишет никто И военный сбор Отменяем Ну что ж господа Присутствующие В первую очередь Представители Правительства Президент Говорит что пора Уже наконец-то Переходить К экономическому росту И продемонстрировать Его населению Вопрос очень простой У меня сейчас прозвучит Но в то же время Очень сложный Когда Продемонстрируете Я же как Министерство Экономики Сегодня Продемонстрировать Дайте мне три хвилини И я вам просто Деще расскажу Три хвилини Вот когда вы говорите Об экономическом росте Да Про экономический рост Что он начинается С прозоростей самого Министерства И перше Что я сделал Я вернулся До Европейских Союз Безпосередньо До Европейского банка Реконструкции и развития Про видение Кошки Про ведение Аудита Повнестю Министерства Паловой энергетики Друге Двох Заступников Я выставил на Открытий конкурс Что Мы 17 дней Пропрацювали А Дослушайте А За 17 дней З 1 червня Мы зараз Підготували Все необходимые документы И мы выходим На экспорт Электроэнергии Якого у нас было Ноль Мы зараз Розпочинаем Экспорт Электроэнергии На Молдове И Белоруссии Как перший этап Я хочу сказать Что 2 роки назад Украина Отримала От экспорта 750 Миллион А вы сколько Зроблено За 17 дней Это Мали Продолжайте Такими же темпами Спасибо Юля Я больше чем Проколаю Что мы это будем Робить Потому что мы Проголосовали Про экономичное Зростание У меня есть для вас Позитивные новини Экономичный рост Мы очікуем Уже с этого года Если 2015 Мы закончили С падением ВВП 9,9% Это очень много Но давайте Мы подивимся А чему И какие были Причины Экономичные Экономики Майже 10% Падение ВВП Половина Из них Это падение Это война Это зона АТО И Крым Другая Это еще 3% И это мы Как Министерство Экономики Анализировали И презентировали Это торговые Обмежения Росии Нашего Колишнего Найбільшего Партнера Відповедно У нас значным Чином Впали Как инвестиции Так и экспорт В Российскую Федерацию Тобто Если Забрати Экономики 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 Не залежат Ни от уряда Ни от парламента Ни от политической воли Ни от украинского бизнеса То насправді Падение Решта Частина падения Не таки Что касается Наступного Рока Мы очікуем Цего Року Рост ВВП На рівне Не меньше 1% И Если Говорите Про Перші Три Месяці То Сьогодні Ми вже Маємо Ріст Виробництва Промислової Продукції На рівні 3,7% І Така Тенденція Буде Очікуватися До кінця Року Це Дозволяє Нам Говорити Про Те Що Економіка Відновлюється Але Не Дозволяє Нам Говорити Про Те Що Нам Треба Складати Руки Позволить Лі Сказати Міністру Соцполітики Що Українці Стануть Наприклад Получати Ну Хоча Біне Більше На основі Таких Якщо Буде Ріст Економіки Звичайно Це Буде Супроводжуватися Додатковими Надходженнями До бюджету Відверто Сказати У нас Ще Найбільша Проблема Це Дефіцит Пенсійного Фонда Коли У нас Знизили ЄСВ С 38% До 22 У нас Утворився Дефіцит Був 80 Став 145 Мільярдів І Практично Цей дефіцит А зараз Задовженності По виплаті Пенсій є? Ну Практично Немає У нас Заборговані А можливо Кінцю Года? Ну Якщо Ситуація Буде Задовжуватися Більше того Ми ж плануємо Підвищити Соціальні стандарти Що стосується Підвищення Пенсій Насколько І когля? Значить Соціальні стандарти Будуть підвищені З 1 травня Вони виросли на 6% І з 1 грудня Ми плануємо Ще на 10% Тобто По мірі Відновлення економічного Росту Буде і Зростати Соціальні стандарти Я хочу сказати Ще про одну річ Про яку Не потрібно забувати У нас в Україні є Закон про комерційний Облік природного газу І згідно цього закону З 1 січня 2016 року Споживачі Які споживають Газ комплексно Тобто Для опалення Підігріву води Приготування їжі А також споживачі Які підігрівають воду І Готують їжу Їм Повинні були бути Встановлені лічильники Чого не сталося Станом на 1 січня 2016 року Тому Одним із рішень уряду Яке Було в комплексі В пакеті Під час прийняття Було зобов'язання Газорозподільчих компаній Поставити лічильники По першій, другій категорії В першій очері Щоб ми наконец-то Увидели Ось ці темпи Економічного росту Которих требує президент Андрій Ви знаєте Я перш за все Хочу підтримати Мабуть уряд Можливо це дійсно Були важкі зараз рішення Які зараз уряд приймає В тому числі Під підвищення ціни на газ Це є непросто рішення Але Безсумнівно Це рішення було Продиктовано В першу чергу Міжнародним валюнтним фондом І це є одним із елементів Все ж таки Черговим елементів Якими необхідно нам було виконати Ви знаєте, що це рішення Должен був прийняти Іще Арсений Яценюк І місяця три назад Но тянув с ним Це правило Для того Щоб не підвищувати В черговий раз ці тарифи Ви розумієте Ми тримали ці норми Але У мене зараз Коли уряд прийняв Такі важкі рішення Подождите Ви Арсінія Петровича Лучше знаєте Он мог вот просто Такой неприятний подарок Оставить своїм Я не думаю Я не думаю Я не думаю Там був заєкт Расунок Але Арсений не мог Просто в народі заботився Не хотів повищати Ну раніше Якщо вам так Але Я хочу продовжити Все ж таки Мене Як представника Народного фронту І народного депутата Турбують дві речі Перше Чому ми зараз При прийняті таких важких І необхідних рішень Я це підтримую І наголошую на цьому Зробили Наступну річ Ми прирівняли Цим рішенням Промислові підприємства І бабусь пенсіонерок До одного тарифу Чому ми це зробили Ми прибрали От правильно Ми прибрали зараз Цю соціальну норму Яку Арсеній Яценюк Вигризав зубами На переговорах З МВФ Ми її прибираємо І прирівнюємо Цих людей Людину звичайної Промислового підприємства До однієї тарифної сітки Ми розуміємо Що зараз Ми таким рішенням Можемо теоретично Зупинити боротьбу З олігархами І припинити тут Деолігархізацію Яка у нас була розпочата І таким чином Зробити так Щоб бабуся платила Стільки ж, скільки підприємств Це перше І друге у мене є питання Що стосується Зменшення Буквально на днях Було прийнято рішення Зменшення норми Споживання газу Для обрахування Субсидій З 6 кубометрів До 4 кубометрів Для чого це було зроблено? Для того, щоб люди Які зараз вже отримують Ці 6 мільйонів людей Сімей Які отримують зараз субсидії Їм зменшити кількість Кількість гроша Цих субсидій Задавите, мабуть, хороші питання Мой питання ви не услышали Хорошо Ольга, можете відповідати? Так, будь ласка Колега, напевно, вам не відомо Що з 1 жовтня А не від рішення цього уряду Промисловість як така Заводи, фабрики А не теплокомуненерго Купують за ринковими цінами Немає вже регульованих цін Тому ніхто ні з ким нічого не урівняв І на сьогодні промисловість купує за ціною вищою Ніж та, яка встановлена цим урядом А така є... Ні, ви просто дали тезу, що сьогодні прирівняли громадян і промисловості Це не правда Ось і все, в мене не має дескрутивний критик Я готовий підтримувати уряд всіх починаннях Але коли ми говоримо, що ми згадали все таки про людей Дайте мені сказати Ви ж говорили А тепер я вам хочу сказати Не захищаючи цей уряд А я вам дуже дякую, що ви нагадали цитату президента Це лише перший крок І якщо цим закінчиться Не буде нового податкового кодексу Не змінять фіскальний режим для видобутку Не змінять фіскальний режим для інших дуже важливих індустрій в Україні Ми залишимося у пам'яті Ми всі, не вони, а ми всі Залишимося як такі, які не змогли підняти економіку Тому менше популізму І скажіть цим людям, молодим Чесно, немає жодної країни розвинутої Де би давали газ за пільговими цінами Там ринкові зарплати, тому що ресурси продаються ринковими цінами А там, де субсідують Політики роздають подачки, пільги, які нікому не потрібні І стоять вони вже Але на ваше питання Ви запитали, для чого це було зроблено? Але це ж ви обвлічуєте сьогодні Чекайте, ви запитали, для чого ви це зробили? Я не є уряд, але я вам скажу як економіст Я як економіст вам скажу У 2014 році дефіцит нафтогазу, який ми всі з вами покрили з власних кишень Через бюджет, через державний бюджет був 100 мільярдів гривень Оля, на сьогодні, на сьогодні Ми маємо вважати, це не держава Навіть 3,8 мільйонах людей Навіть фискальний бюджет Ольга, я можу вам предложити фискальний Ми зікою номером 60 мільярдів Ольга, я хотів би вам предложити Послухайте мене, пожалуйста Ольга, послухайте мене, пожалуйста Я хотів би вам предложити Продолжити ваш спич Всьому в цьому часі програми І приглашаю приняти в ній участь І всіх остальних присутствуючих членів Як Верховного Раду, так і правительства Надеюсь, ви мене не відкажете в этом Ну що ж, дорогі наші зрители Ви видите, наскільки жарко у нас сейчас дискуссія Продолжимо обязательно в том же ключі В том же духе Во второй части програми Це «Черне зеркало» Ми продовжимо І давайте продовжимо Як скоро Україна увидит Хоча б минимальний економічний рост І понимають ли чиновники і політики Що на війну їм тепер списати все Вряд ли удастся АПЛОДИСМЕНТЫ І так, ми продовжимо Разговор об економічних реформах Которые Україна вже заждалась Заждался і президент Я повторю свій вопрос Що должны сделать і члены правительства І присутствующие здесь депутаты Для того, щоб продемонстрировать Ну хоч что-то, какое-то улучшення Когда стране жить станет лучше Жить станет хоч намного веселее Хто готов? Ну, это, мабуть, только обмину Запитание Это же они будут Работать Депутаты у нас уже не при чем Важаю, я хочу вам почути Давайте Коллеги, я еще раз повторюсь Про то, що економічне зростання Ми вже очікуємо Ми вже бачимо цього року Що нам треба зробити разом Для того, щоб це економічне зростання Відбулося Тому що частина є повноважень уряду Частину уряд не може зробити Без парламенту І знову ж таки Замість того, щоб нам робити Такі палки політичні дебати Які ми зараз ведемо Нам всім разом треба просто Більше працювати І от я буквально один приклад Больше работать над чем? Конкретно Давайте я один приклад От буквально з роботи уряду і парламенту Ми кажемо, що нам треба інвестиційний клімат Ми кажемо, що є такий дуже прозорий вимір Який міряє інвестиційний клімат в нашій країні Присловутий рейтинг doing business Про який ми говоримо Ми хочемо, щоб Україна була там в топ-20 країн Для того, щоб війти в цей топ-20 У нас сьогодні в Верховній Раді Зареєстровано не тільки урядових А й депутатських Якими спільно напрацьовували 48 законопроектів На жаль, вони до сих пір не проголосовані Тому що змінювався уряд Зараз частину їх знову відправили на доопрацювання Тому що в Верховній Раді Досить довго проходять дебати над законопроектами От замість того, щоб Довго на політичних шоу обговорювати Якщо би ми прийняли ці пакети законів Пакети законів по реформуванню фіскальної служби Пакети законів по реформуванню судової системи Разом І далі уряд би їх Швидко і активно імплементовував От власне це дозволило би нам Ростити економіку Залучати сюди інвестиції І не ростити економіку Як ми робили це 20 років А ми ростили її за рахунок споживання За рахунок того, що ми роздавали Соціальні гарантії Які потім з бюджетом ми не могли фінансувати А нам її треба ростити За рахунок залучення сюди інвестора Розвитку малого і середнього бізнесу Нарощення нашого експорту І власне нам треба більше просто працювати всім разом Не спорити Не отримувати якісь політичні дивіденти Від тієї чи іншої боротьби Члени парламенту готові ви працювати? Борислав Я можу сказати більше того Я зараз з вами згоден на 100% Мій законопроєкт з моїми колегами Закон про медіацію Підиме зараз на два пункта На два пункта в ДНБізнес Ми його підтримуємо Дякую вам за це Дякую Ще треба, щоб підтримав парламент Це по-перше По-друге, ми зараз з моєю колегою Остріковою повернули з Естонії Де були в рамках підготовки до налогової реформи Податкової реформи в Україні Але якщо Кабмін займе зараз позицію Яка занимала пана Єреськів То економіка помре взагалі Нічого не зміниться Тому що якщо ми не лібералізуємо фіскальну структуру України Я можу вам гарантувати це Що бізнес, який вже давно дивиться кудись з України Він чи помре, чи збіжить Треба це змінювати? Да, Андрій, що ви позвольте? Я, власне, хотів би сказати, що проблема ж неприйняття потрібних Ми зараз не обговорюємо, бо насправді багато є Кожен законопроект треба говорити конкретно Але я згоден Багато правильних законопроектів Необхідних для країни, для економіки Вони не приймаються І це ж причина не тому, що там Комусь там лінь натиснути на кнопку Ну хоча є і такі у нас персонажі, які там роками в парламенті не з'являються Це вже інше питання А це проблема в тому, що На превеликий жаль, парламент – це середовище, де Політичні групи, фракції Вони голосують, виходячи Переважно з інтересів тих, хто давав їм гроші на вибори І хто зараз їх отримує І відповідно в цій ситуації мені важко уявити, як цей уряд нинішній Змусить, навіть якщо вони хочуть Хоча є питання, можливо дійсно там є якісь окремі люди, які в своїх галузях якісь проблеми хочуть вирішити Але загалом, на жаль, я не побачив цього ні в програмі діяльності уряду Тому що це був абсолютно порожній документ, який не мав жодної конкретики І так само не побачив я цього і, власне, в виступі тоді ще кандидата на посаду прєрміністра Я не побачив і не почув конкретно, що він збирається робити І чим його політика відрізнятиметься від політики Яценюка принципово З якої всі, якби не погоджувалися і всі критикували То от я хочу сказати, що в парламенті буде дуже важко уряду це робити Тому що цей уряд тримається на голосах, м'яко кажучи, депутатських груп, які точно не збираються проводити ніякі реформи Тому що лише 206 депутатів з нібито коаліції, якої теж по-справді не існує БПП і Народного фронту проголосували за цей уряд А решта голосів були забезпеченнями колишніми уланками партії регіонів І по суті це сьогодні коаліція на трьох То схіла поддержка для правительства А свобода буде підтримувати наші закони, які сприяють залученню інвестицій? Я, до речі, між іншим, хочу сказати, що ми навіть приходили, ще коли був попередній міністр економіки У нас навіть кілька разів були зустрічі з нашою депутатською групою І ми обговорювали законопроєкти, у нас є питання, з якими ми принципово не погоджуємося Але по величезній кількості законопроєктів, які якраз ішли від вашого міністерства і від вашої команди Максима, Ніфіодова, вас і так далі, ми підтримали І багато законопроєктів прийшли якраз нашими голосами Попри те, що їх всього лише 5 зараз в парламенті Але мова йде про те, що загалом сьогодні в такому форматі уряду, який тримається на оцій коаліції трьох Я не бачу можливості прийняття законопроєктів Давайте мені іще двох депутатів кратко, Татьяна Острикова, затем Ігор, а потім вже правительство перейдемо Я хочу своїм колегам-урядомцям повідомити, що не підняття в рейтингу Doing Business чи в інших рейтингах є показником росту економіки А показник росту економіки є в кишенях громадян України А для того, щоб там з'явилися гроші Громадянам України абсолютно все одно В черговий на три сходинки ми піднялися в рейтингу, бо ми там якусь формальність спростили, чи не піднялися Для того, щоб там з'явилися гроші, потрібно нарешті зайнятися справою Поміняти кардинальну фіскальну політику Те, про що говорив мій колега Борислав Береза Розроблений депутатський законопроект про податкову лібералізацію Ми готові зараз вам притягуємо руку підтримки Підготували вам законопроект про ліквідацію фінансової податкової поліції Яка нічим не займається, крім як вибиває гроші з підприємців і підприємств Наступне, наведіть порядок на митниці, для цього не потрібно жодних дій Верховної Ради і законодавчих змін Потрібна воля уряду, щоб перестала бути контрабанда І це тому, що ця контрабанда, ті, хто нечесно завозить товари, вони викривляють картину конкуренції І страждають ті підприємці, які завозять товари чесно і відповідно сплачують податки Їх товари просто стають їх ціни неконкуренто здатними Коли ви це зробите і українські підприємства отримають розвиток Тоді з'являться гроші в бюджеті для того, щоб оплачувати зарплати лікарям і вчителям Якщо ви цього не зробите, а будете тільки говорити про те, що підтримуємо інвестора, підтримуємо інвестиції А які конкретні кроки ви пропонуєте на підтримку інвестицій інвестора? Де пропозиції від уряду по валютній дирегуляції? Це в першу чергу те, що стосується інвесторів Якщо ви заборонили Національний банк виплачувати дивіденди А тут нам говорите про підтримку інвестора Який сюди прийде іноземний інвестор, якщо йому зараз заборонено купувати валюту для того, щоб виплатити дивіденди? Ви знаєте, правильно Оля сказала Поки радують, що представители Кабміна борються за право відповідати Насправді, дивіться, давайте перейдемо від, знову ж таки, політики до економіки Зміна фіскального режиму В нас є проблема велика з адмініструванням податків В нас є велика проблема на митниці І уряд ставить одним із пріоритетів, власне, боротьбу з корупцією на митниці Спрощенням процедур сплати податків Ми можемо обнулити податки Від цього в нас буде шалена мільярдні діри в бюджеті І нам не буде нічим платити Ні великі зарплати, ні маленькі зарплати, ні великі пенсії Є об'єктивна реальність бюджету Є доходи, є витрати Як би ми не хотіли, витрат не може бути більше, ніж доходів Що стосується валютної регуляції? Ми абсолютно, як Міністерство економіки, як уряд Я вас не перебивала, ви мене теж, будь ласка, не перебивайте Що стосується валютної лібералізації Першим важливим кроком у нас є стабілізація валютного курсу Тому що будь-яка економіка, коли валютний курс буде коливатися від 17 до 35 гривень Жоден бізнес цього не витримає Ми стабілізували курсову політику В тому числі так, через дуже жорсткі обмеження І виводу капіталу, і валютні обмеження І Національний банк, і сьогодні ми з ними проводили спільну зустріч Ми будемо поступово лібералізовувати всі валютні обмеження Але ми не можемо їх просто відпустити Тому що в нас є шалений спекулятивний попит на долар І якщо долар стане 40-50 гривень То жодна зарплата, вона реально знеціниться Дозвольте, будь-яка, якщо ви дозволите Мультиплікатор чого? Я погоджуюсь, пані Олю, з вами, що... Плюс полтора процента, звісно Я більше, ніж глибоко переконаний І я підтримую пані Олю, що відчуває Відчуває тільки мешканців Тетяна в кишені От ми сьогодні зробили на засіданні кабінни Здавалося би, маленьке рішення Бо ми завжди запізнюємся Ми скасували санкції проти Ірану Вже скасувала Європа Вже скасували Сполучені Штати А ми тільки сьогодні це зробили А я хочу нагадати всім Ми боремося за інвестиції А три роки назад... Простите, як це відразиться на судьбі бюджетників, наприклад? Три роки назад Україна отримувала із Ірану Поставляла туди продукції На мільярд шестьсот мільйонів гривень На мільярд шестьсот От я безпосередньо в 98-му році В 99-му виступив проти нафтопроводу Південної Броди Я сказав, що не можна будувати продуктопровід, нафтопровід Якщо немає джерел поставки 18 років пройшло і показали, що це нереально Так от сьогодні в нас є чудовий момент Маючи відповідні можливості розпочати на кінець Транспортувати іранську нафту до Європи Повірте, поєднайте мільярд шестьсот Порівняйте можливості по транспортуванню І нам не треба Не хочу зараз на сьогоднішній момент це говорити Нам достатньо буде коштів Хоча би по цих двох програмах Щоб повністю забезпечити, скажімо Можливості нашого валютних поступлень А це вже друга частина питання Подтвердите по поводу Ірану, тільки в мікрофон Якщо можна, то я нічого не можу вже годину сказати Так от по Ірану я підтверджую Я був в грудні 2014 року Разом з Андрієм ми були на конференції в Ірані Ми там відчували інтерес Посольстві рано нам казали Але тоді дійсно були санкції, були проблеми І зараз треба скористатися нової ситуації Для того, щоб у нас з'явилися нові ринки І ми там могли далі працювати Ще одна важлива річ По підтримці в парламенті Взаємодії уряду і парламенту Проблема дійсно є Але є і можливість її розв'язання І от правильно, самопоміч каже Ми готові підтримати окремі реформаторські проєкти Теж саме кажуть І в Батьківщині, навіть радикальна партія Позафракційні депутати І тому Треба просто врахувати ту проблему Яка врешті-решт стала одной із причин Відставку уряду Юценюка Було охолодження В стосунках між урядом і парламентом Так от зараз Треба зробити висновки Потрібно активно співпрацювати По окремих напрямах Міністерством з відповідними профільними комітетами Спільно працювати над законопроєктами І тоді Шляхом ситуативного голосування Не тільки 206, 227 Будуть і інші депутати голосувати Особливо з колишньої проєвропейської коаліції Якщо це будуть реформаторські законопроєкти І це є шанс Я думаю, просто їм треба скористатися Тому не треба просто казати, що є проблема Нема голосів А треба активно співпрацювати уряду з парламентом Ігор Луцен казався Шановні друзі Щоб зробити Україну інвестиційно більш привабливою Необхідно насправді три речі Перше Перше за все це захищеність прав на майно Тобто інвестор ніякий сюди не приїде З такими судами, які в нас є Перш за все судова реформа І реформа в тому числі має відбуватися В формі прецедентів На жаль, ми оце нещодавно звінили 180 суддів-сепаратистів А треба було звіни з 180 суддів Котрі тут, на нашій території По суті, займаються ще гіршим Корупцією Але це, звісно, питання меншої міри до уряду До уряду, перше за все це питання Це ліквідувати монополію ідейно-інтелектуальну Уряду на право подавати податкові ініціативи По факту, до цього моменту Депутати не могли впливати на фіскальну політику уряду В країні взагалі Тобто, перш за все, це мається на увазі Оптимізація податкового тиску Податок на розподілену прибуток Інші інновації, які у нас вже готові Давайте разом все-таки їх рухати А не монополізувати Там пані Ярецька все краще за всіх знає Друге, що треба додати до фіскальної політики Це де-авшорізація На прикладі Найвищих урядовців потрібно виконувати Українське законодавство щодо-авшорів Президент має виконувати законодавство щодо-авшорів Міністри мають виконувати Якщо вони не виконують, всі будуть таким чином Оптимізовуватися з великого бізнесу Третє Це також, на жаль, не стосунок уряду Але про це треба зараз сказати 70 банків було знищено Пані Гонтарєві в основному Це означає, що нас в Україні вже зараз практично Не лишилося банківської системи Немає у нас банків Незвідки брати руші Ми в удивітельній країні ми живемо У нас куди не копню, у нас все разрушено Куди не плюну, у нас нічого нет фактично І везде тільки корупція По Гонтарєві іще У нас 25 плюс-мінус облікова ставка Тобто це означає Була раніше, коли валися Тобто ефективна Давайте порахуємо ефективну ставку Зараз 19 Зараз 19 Але 19 це колосально велика база Для того, щоб ми додбали ще 5-7% І оце була ефективна ставка для бізнесу Чи можливо працювати бізнесу ставкою 25%? Я вважаю, що неможливо Тому це треба обов'язково міняти І ми готові як парламент цьому сприяти Мені була обіцяна От я, пане Ігор, слухав вас І до половини вашої промови думаю От нарешті ми підійшли до той ситуації Коли ми всі погодимось Поєднаємо свої зусилля І почнемо разом працювати А далі трошки такий перекіс Ну ви ж говорите, які банки вивели з ринку Ті, які обдурювали вкладники Потім кептивно виводили на свої компанії І ніколи не повертали Приходили за рефінансом У НБУ І потім брали Закритно ввошив всі стих Ну це перше Я повністю вашу підтримую Щодо додавши і власне Я теж не можу зрозуміти, чому ми зараз обсуждаємо банки Я не проти Давайте на середу ефір Представителі Назбанка А не відвіться Так от, я хотіла сказати На додачу до тієї надії Яку ми зараз пробуємо продукувати Для людей у цій залі У цей особливий день Мені здається, що треба щиро Зазначити ще одну проблему І політики, і уряду Це державні компанії От доки в Україні будуть існувати державні компанії Ми як мантру будемо повторювати Що вони якісь унікальні Що вони дуже велике досягнення української економіки А насправді там одні збитки І наживаються на них В тому числі і наші колеги депутати Хороше, дуже прекрасно, що ви затронули цю тему Я продовжу Приватизація в цьому году буде і не І якщо буде Микрофон, Андрій, погодіть Микрофон, погодіть Це настільки примитивне понимання проблеми Тому що проблема не в тому, в якій формі собственности Проблема в менеджменті Тому що зараз банкротиться і частна компанія І в минусі госкомпанія Тільки за частні компанії ніхто не покрыває дефицит За счет этих людей І все За такою трактовкою госкомпаній У нас продолжається ползучая левая приватизація Воно в чому проблема Она должна быть открытая Нам ніхто не мешає, як правительство Збавиться від производства влітей Свиней і водки Но є сфері, в якій госкомпанії Доживуть ефективні, тому що це національний інтерес А що такий національний інтерес? От нас, шановні колеги, народні депутати Ми вам п'ять разів від уряду Подавали законопроект Де просили вас скоротити перелік об'єктів Що не підлягають приватизації Знаєте, яким в нас об'єкти стали національним інтересом? За які не буду пофамільно називати депутатів Які писали звернення Про це, що це стратегічне Вибачте, а чому не будемо? Добре, я це пакетаю, але ми знаємо Вибачте, але колеги Це спортивна база номер сім Це стадіон кончий заспіль Це державні підприємства Які нам І міністерства, які ними управляють І народні депутати За клопотанням місцевих рад У нас кожен з вас вважає Що у нас Я вам розкажу Шановні колеги Коли ми не зможемо визначити, що таке стратег Ми що сьогодні маємо в країні? Три з половиною тисячі державних підприємств Половина з них Тисячі сімсот фактично не працює З них реально не більше ста Стап'ятисяти реально важливих і стратегічних Всі решта Ми вважаємо, що у нас є наукові інститути А знаєте, що фактично вони роблять? Вони за готівку здають всі площі в оренду Я правильно понимаю, що ви подводите к тому, що приватизація в цьому році буде Буде прозоро Але Рома і буде прозоро З доступом всіх відповідних тих, хто хоче купити Щоб у цих людей була там робота А не влаштовувалися там якісь незрозуміли люди на малі зарплати Позицію господина Яценюка, який критикує і правда нищі НИИ Потому що действительно сдають в оренду Потому що просто бабок, извините, нету ученых Под цим соусом хотіли втихаря фактично развалити Национальну академі наук І це правда, в Росії теж цим путем йде Вопрос же не в тому, в якому в состояниї отдельне производство или інституты Вопрос в том, як ви решаєте проблему эффективного государства менеджмента Раз, а второй момент Если вы под соусом гособственности сначала содержите стадионы А потом вместе со стадионом приватизируете стратегические объекты Это и есть маніпуляция А кто же сказал об этом? Пожалуйста, обидеться От звідки вы це берете? От вы зараз робите політичні заяви Не розбираючись в тому, що реально уряд 5 разів пропонував парламенту І жодного разу ці рішення не були прийняті Ну не може бути спортивна база За розляхучий втихсі стратегічним объектом для держави Більше того, якщо б ви зараз назвали прізвище народного депутата Який просив вас про це Я можу вам гарантувати на 100% Що ми би змогли вам допомогти Але ви зараз не пам'ятаєте Кожного разу, коли кожен можновладець Мені пропонували хабар Мені пропонували такий хабар Хто? Не пам'ятаю Ви знаєте Мені, почитайте, будь ласка Я можу вам сказати Це не смішно, це не смішно, це ганебно Кожного разу, коли вам хтось пропонує таке Ви повинні йти до комітету по противодії корупції І казати Хлопці, подивіться, це і є корупція Ви саме ви должны з цим працювати Але ви жодного разу не були в нас на комітеті І я і Ігор там працюємо Більше того Ми прийдемо, обов'язково прийдемо І що ми зробили Я буду вас читати Обов'язково Раз уж ви начали говорити о корупції Друзья, я попросил ви минути тишини Раз уж присутствие Саме зановлені, Ігор, ви мені мешаєте Ігор і Андрій, ви мені мешаєте Ізвините Андрій, вас не смущає, що ви говорите без микрофона? Ізвините Дайте мене 20 секунд А то ж ви сами затронули тему коррупції Я хотів би подвести предварительні, небольші итоги Тему, яку ми тільки що обсуждали Що думають зрители, коли ж все-таки вони увидят, що реформа дають позитивний результат? Скоро, чи на це понадобиться годи? Годи, кажуть, почти 90%, 88% Те, хто нас смотрит і в цю минуту голосує на сайте подробності і отвечає на наші вопросы 13% оптимистів, які верять, що вони ще доживут хоч до якихось реформ в цій країні Реформи проводити без боротьби з коррупцією, ви сами говорите, невозможно Тому про коррупцію і боротьби з ним ми поговоримо зараз Нас нашу редакцію заінтересовала ініціатива вашого колеги, господа присутствуючих членів правительства Міністра юстиції о тому, що в країні буде создан інститут інформаторів Що це таке і що фактически предлагають в країні? Стучати на соседа і писати анонимки? Давайте розберемося Спасителів Не знаю Венерих екって Наступного і декvens Венерих екстр també Хотели нас покинуть членів правительства, але мене удалосьmod Savують足у Отстанце Все-таки, что такое институт информаторов? Это хорошо? Это плохо? Возрождается ли в стране институт стукачества, как это было во времена Сталина? Многие критики этой инициативы именно так говорят и так выражаются. Это не мои слова. Или наоборот, это последний вот тот гвоздь, который будет забит в этот гроб коррупции и заживем мы хорошо. Дмитрий Добродомов, Катрин, дайте, пожалуйста, микрофон. Добродомов, Катрин, дайте, пожалуйста, сообщение о преступлении того или иного чиновника, например, который ему защищает за это. Например, хабарник, где, если ты добровольно признался в даче хабаря, ты избавляешь переследования и криминальной ответственности. Только я на одном известном примере приведу, как работает, а лучше не работает этот закон. Это еще относится переднего уряда. Памятаете такого керевника Держфининспекции Миколу Гордієнка, так, который заявил на всю страну про аудиторский... По сути, это Держфининспекция, это государственный аудит, так, бюджетных костей. И он заявил про разкрадание, это бухгалтерские документы. Так вот, согласно этого закону, он, как заявник, мав защит. Мав защит того, что его закон, действующий сегодня закон, не мали права звольняти из работы или каким-то образом переследовать. Решением, до речи, Яценюка, так, он был звольнен из работы. До речи, он сейчас поновился всеми решениями судов. И вот теперь это будет очень интересное пробование для пана Гройсмана и этого уряда. Потому что сейчас, очень быстро, вместо Держфининспекции, создают Держаудитовскую службу. Без законов, в суперечке Конституции. Закон не принят. Для того, чтобы Гордієнка была не туда вернуться. Но, более того, даже набранные туда люди, даже перед святами, даже получили аванс. Я хочу разъясовать, где эта строчка в бюджете, за которой эти деньги вытрашаются. Это все делается, чтобы вы понимали, только ради одного. Чтобы человеку, яка-то тут честно, и, по сути, это начальник был в конце, Яценюка. Вы вспомните эти резонанские вещи. Этот конец был таким длинным, но ждаться ему. Это я в двух словах еще объясню, что сейчас там происходит, что до этих справ. Так вот, сейчас Держфининспекцию переводят в аудиторскую службу. Так, это хорошо и понятно, но только в первом читании проголосованный этот закон. То есть, начать с порушения закона зараз, так, заради манипуляции, потому что было обещано, что эта людина не будет ласонна. Но это, как работает сейчас этот закон, что для тех, кто сообщает о злочине. Чтобы вы просто правильно понимали, никто ответственность не понес за грубое порушение закона, за то, что его было извольнено. И все суды это довели, в том числе и высший суд, и в том числе и Касация, которую подали. Хорошо, с Гордиенко разобрались. Все-таки институт информаторов вы одобряете. Правильно понимаю или нет? Я еще раз скажу, это есть. На сегодняшний день каждый гражданин Украины имеет полное право и больше, я вам скажу, обязан поведомляти про коррупционные вещи, еще и про все остальные. Нам для этого нужен целый отдельный... Для этого нам как раз был необходимый закон, который провел в парламенте, инициатором была Батьковщина этого закону. Правильно. Это закон, который позволял, так называемый закон народных прокуроров, по сути, который позволял фиксировать, еще сейчас заборонено законом, фиксировать чиновников, просто записывать их на телефоны, на будь-якие засоби, так, и вносить в единый реестр досудовых расследований. И этот закон, давайте еще разъясняемся, парламент провалив, потому что в парламенте как раз интересы... Вето, президент. Тобто, да, парламент не провалив, мы точно, я перепрошу, вето наклав, а парламент не смог подолать. Потому что это прямое нарушение прав человека. Давайте говорить о другом. Будет честный чиновник, будет честно работать. Кто-то придет, от него потребует, он скажет, я не буду идти тебе на поводу. Завтра он придет и напишет, давайте внесем в ЕРДР что угодно, так нельзя. Ну как это, Дмитрий? Действительно, Алексей поднимает важную тему достоверности вот этих доносов. Мы говорим про доказы. У нас уже писала вся страна в 30-е годы в доносы. Про доказы. Про доказы. У нас должны работать правоохранительные органы, а не писать, мы все здесь. Давайте напишем друг на друга сейчас 151 донос. Что дальше? Олексей, не сомневайтесь. Напишите. Олексей, Олексей, это не про это. Это вообще не про это мова. Это не про это, что сейчас, если вы запишете на диктофон, а вы снимете на видео, если чиновник у вас вимикает хабаря, и это видео потом в суде вам скажут до побачения, это видео не может доказом быть. Вот и все. Это мова не идет про то, что кто-то потом несчастного какого-то там обрехает. Если обрехает, то обрехает. То людина может довести, что ее обрехали, если на равном месте обрехали без доказов. А если есть доказы, что вимагал, говорил, а сейчас в суде этого не может быть, потому что это, кажется, незаконно добутые доказы. Мова шла лише про это. Поэтому не нужно перекручивать, что это относится каких-то несчастных людей. Мова шла про то, что в жодней европейской стране, в которую мы так хотим войти, такой нормы нет. Такой коррупции нет. И это правда. Такой прокуратуры нет. Но, на жаль, тот закон, про который вы говорите, ничего не сделает, а сделает эту коррупцию, который даст им новые возможности, чтобы остаться. Ваша пропозиция ничего не изменяет. Чтобы этих невыгать чесных, которые есть, еще и их... Нет. Моя пропозиция, чтобы в нас работали. Мы можем принять закон. Я, кстати, я закончу. Про народного прокурора, про народного милиционера полицейского, про народного еще суддю и про народного местника. И если мы все это сделаем, то все еще и все. Алексей, я вам поясню, у нас есть прокуратура, полиция, Национальное антикоррупционное бюро, Национальная агенция запобегания против действий коррупции. Ну, это просто такой кількости органов, которые должны работать, как наша с вами задача, как народных депутатов, примусить их работать, чтобы они... У нас при этом еще есть генпрокуратура, там ВИДА, СВУ, с которым никто не снимал эти должности. Алексей, я прошу прощения, вы зачем кричите, вы забудьте бояться, не надо кричать. Спасибо. Татьяна Усна. Ну, если вы не перебиваете, я маю подняться. Шановные коллеги, я хочу свою думку сказать. Мне кажется, что такая инициатива Министерства юстиции, она, по-перше, передчасна. По-друге, вообще, есть увлекание внимания от реальных реформ. Хай там наводят порядок с виконавчою службой, с департаментом виконания покарань, с регистрами, в том числе и нерухомого майна, с нотариатом. Хай наводят порядок. Поясню, почему. Потому что для того, чтобы этот институт информаторов работал, им нужно дать какие-то стимули. Это або выплата вынагорода из бюджета, а в бюджете нет денег, как мы с вами постоянно послушаем. Но пока всем могут предложить только один главный стимул – месть. Тоже очень даже неплохой стимул. Вибачте, но для чего я, как информатор, буду кого-то про что-то информировать, если мы бачим все примеры, что те хабарники, которых там затримали в 2014-2015 году, все извольняются. Возьмите, например, диамантовых прокуроров, возьмите, например, этих МЧС-ников, которых затримали на заседании уряда. И все они уже ходят на свободе, и для чего-то, який тогда стимул будет всего информатора про что-то кому-то поведомляти. Тому хай Министерство юстиции занимается своими прямой справой, наводит порядок в сфере юстиции, в сфере нотариату, в сфере судоустроя и судочинства. Вадим. Вот Татьяна затронула очень важный вопрос. Наше общество уже доросло до создания такого института? Нет, наше общество не доросло до другого. Тоже в чем проблема? Вот с этими институтами информаторов, с так называемыми народными прокуратурами, народной милицией и так далее. Потому что, смотрите, вот главные изменения произошли в 91-м году. Парламент создан, суды созданы, новые органы власти созданы. Но чего нету? Эти демократические по форме институты контролируются элитами. Поэтому один Майдан был в 4-м году для того, чтобы у элит забрать монополию над контроль над вот этими представительскими институтами. Не получилось. 13-й и 14-й год тоже для того, чтобы общество контролировало эти институты. Не создавало свои какие-то, так сказать, народные институты. А вот контролировало вот эти институты, тоже пока не получается. Сейчас временный компромисс. Верхи частично контролируют и низы. Почему вот эта проблема с прокуратурой состоит, такая сегодня, вокруг прокуратуры? Создаются антикоррупционные прокуратуры, какие-то агентства, все равно. Вот нету содержательности вот этой демократической, которая бы заставили генеральную прокуратуру, другие органы правопорядка работать в интересах общества. Они работают еще в интересах элит. Поэтому, если не получается взять под контроль, это под контроль общества, партии, парламенты, суды, прокуратуры, милиции, полиции и так далее, тогда что? От безысходности некоторые представители власти говорят, а давайте еще создадим. А активные представители общества говорят, ну раз мы не можем контролировать генпрокуратуру, давайте мы свою будем создавать прокуратуру. Урок какой? Значит, не надо создавать какие-то новые, надо бороться за то, чтобы общество контролировало все институты политической системы, начиная от партий, которые сейчас принадлежат больше лидерам, а не рядовым членам партии, давайте так говорить откровенно, и заканчивая полицией и так далее, а не придумывать инициативы. Увеличение и умножение, ну конечно не в геометрической прогрессии, но быстрое увеличение всех этих органов, которые призваны бороться с коррупцией. Это на самом деле реформы и обещанная борьба или профанация? Борислав. Алексей, я хотел бы сначала отойти немножко в историю, буквально на минуту. Только очень хорошо. Есть такое понятие, как немецкий порядок. Знаете ли вы, откуда это пошло? Пордунг. Пордунг, правильно. Что обязательно выносить можно только раз в неделю, один день выносить, и только ночью, чтобы было везде чисто. Что произошло? Все проигнорировали. Никто ничего не сделал. Грязь с антистерриторией была и далее. Тогда он выпустил второй указ, после которого стало идеально чисто, и понятие швабская уборка вошла в историю. Что он сделал? Он написал, тот, кто увидел, что его сосед нарушает закон и не сообщил об этом, будет наказан так же, как и сосед. В итоге немцы действительно изменялись. Они поменялись, они стали убирать. Мы говорим, ой, как это плохо, он настучал. Но нам всем нравится немецкий порядок, нам всем нравится немецкая чистота. Это прекрасно. Поэтому для того, чтобы что-то изменилось, придется пройти некоторые этапы. В том числе и такие. Другое дело, что очередной раз перекладывают на гражданское общество те задачи, которые должны лежать на правоохранительных, на прокуратуре. Леонид Алексеевич, буквально, секундочку. Нет, Владимир, Владимир, Владимир. Нет, ну просто вот тому, что говорил Варислав. Смотрите, можно по-разному бороться. Финансирование партии из бюджета дает возможности больше обществу контролировать партии. Потому что меньше будет теневых денег. Публичные финансы, которые контролируются обществом, будут финансировать партии. Дальше. И так по каждому пункту можно вернуть партии обществу, забрать их у лидеров. Лидер это измираемый член партии, это партийный товарищ, но не вождь, как сейчас у нас. Но и для этого нужна воля. Можно вопрос, коллеги депутаты. А что сейчас? Гражданин не имеет право сообщить государственным органам о том, правильно. Для этого закону нужно фиксации. Мало того, сейчас он фиксация признания этого как официальной улики. Иначе он приходит и говорит, вот я записал. Борислав, не институт информатора, а скорее совершенствование процедуры. Согласен. Взаимодействие гражданина и государственного органа. Но такое был законопроект, мы же говорим об этом. А теперь еще одна интересная деталь, я думаю, она будет интересна телезрителям. Вот тут мы говорили о том, что там будут доносы строчить. А вы знаете, кто сейчас строчит доносы? Депутаты друг на друга. Я не так давно общался с руководителем Национального антикорротационного бюро. Так он рассказывает, не успели мы начать работу. Главный, скажем так, доносчик, это депутаты, которые пишут друг на друга. Он фамилии вам не называл случайно, нет? Да, и вот этот спам, спам доносительства, но это к нему надо обращаться. Но вы не уточняли. Нет, так я не уточнял, тут есть тоже своя деликатность. Хорошо, хорошо, да. Он не говорил, да, кто именно. И много этих доносов депутатов. Массовый порядок носит вот такое обращение. А что касается самих органов. На самом деле, когда мы говорим о количестве антикоррупционных органов, надо учитывать, что у них есть разные функции. Есть орган, который занимается контролем за декларацией функционально. Национальное антикоррупционное бюро должно бороться с коррупцией высших эшелонных власти плюс правоохранительные органы. Поэтому здесь проблема не в том, сколько этих органов, а в том, чтобы был результат. Вот я был недавно в Румынии. И разговариваем с таксистом, она рассказывает, что из шести мэров в Бухаресте, там есть главный мэр и по районам отдельный мэр. Кого-то расстреляли? Четверо сидят. Четверо сидят. Сидит брат бывшего президента, открыто дело по бывшему президенту. Вот это борьба их антикоррупционного бюро. Обошлись без народных прокуроров? Да. Вот в этом-то и суть. Поэтому нужно повышать эффективность существующих институтов. Николай Скорик просил слова. Спасибо большое. Мне кажется, что очень надо вспомнить про формулу, что важно не столько, как мы пишем, как мы их исполняем. Я не юрист, но, насколько я помню, в уголовном кодексе на сегодняшний день есть норма о ответственности человека за несообщение о совершении преступления, если доказано, что он об этом знал. И она есть, ее надо просто использовать. Второе. Вот жалко ушли представители правительства, когда все измеряется в каких-то осязаемых категориях. Вот если экономический рост наши представители правительства пытались измерить в процентах, конечно, если у нас валовый внутренний продукт в пересчете на одного человека упал в три раза, а теперь у нас валовый внутренний продукт растет на 1%, то в процентах это вроде какой-то рост. Но в реальности можно посчитать, сколько мы будем добираться до уровня 2013 года. То же самое и с коррупцией. Есть совершенно данные статистические, которые можно пощупать. Это количество резонансных дел и доведенных до суда, соответственно, приговоров. Я, идя сюда на эфир, прочитал в интернете, что вот как раз по этому руководителю МЧС, что он полностью восстановлен, чуть ли не на службе. И вообще дело закончилось пшиком. Мы помним, какое было впервые в мировой истории арестованы высшие руководители на заседании кабинета министра. Да и в Грузии арестовали в прямом эфире. Не впервые. Было раньше такое. Шоу этого у нас было впервые. Я не претендую здесь на авторство. В Украине. Второе. Это уровень реальной коррупции в стране. И то, что мы наплодили огромное количество каких-то НАБУ, еще, 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 и что стал ниже уровень коррупции. И говорят, нужно еще реформировать. Система информаторов, вот присутствует представитель СБУ. Оперативная работа всегда была и в СБУ, и в МВД. Просто на сегодняшний день и из СБУ, и из МВД, и из спецслужб выгнали нормальных оперативников, которые должны этим заниматься. Наоборот, у нас СБУ появилась хотя бы СБУ в стране. Ну а что? СБУ, которая ловит террористов. СБУ, которая прекратила крышевать бизнесы, занимается ловлей террористов. В Одессе только. Я шепот. Поймали пачки. Я, насколько слышал, никто ничего не обращал. Вот кого взрывали, а кого не поймали, мы с вами поговорим в следующей части. Смотрите, пока я хочу, чтобы наши режиссеры вывели на экран наш вопрос, который мы задавали во время этой дискуссии нашим зрителям. Отвечать они на него могли, напомню, на сайте подробностью ей. Вопрос немного шутливый, мы хотели поинтересоваться у украинцев, готовы ли они стучать на своего соседа. Татьяна, это то, о чем я вам говорил. Месть может быть очень хорошим мотиватором, даже лучшим, чем деньги. Ну, практически 50 на 50. Полстраны готова, Татьяна. Даже бесплатно, скорее всего. Да, закрываем эту тему немного, поворачиваем и снова говорим о правоохранительной системе. У нас половина стучит на вторую половину. Спасибо. Ну, мы так поняли, что у вас и в парламенте не все в порядке. Вы тоже там друг на друга стучите. Очень коротко. Да, дивиться, справа в том, что действительно стукачество нам не допоможе. Вот треба мати куды стучать хотя бы. Стучися, там пустыка. Генеральная прокуратура не выполняет законы. Ты туда заявляешь, а они кажут, мы не видели вашу заявку. Национальное антикоррупционное бюро, вот кажут, что депутаты много пишут. Знаете, сколько они внесли в ЕРДР справ? Аж три. Игорь, ну это то, о чем говорил Владимир. Стукательство масло в депутатах. Игорь, это то, о чем говорил Владимир. Их функции размыты, но мы ждем от них результата. Результата в ПК мало. Будем признавать честно. Выконание законов абсолютно не депутат. Президент мог бы давно звільнити всех трех наших прокуроров, которые у нас были. За то, что они не выполняют 214 статью КПК. Игорь, мы ждем все 10 июня, в том числе и с вашей помощью. Возможно, мы услышим имя нового генпрокурора. Сейчас я хочу заявить тему следующую нашего выпуска. Превью к этой теме, это заявление генпрокуратуры на этой неделе, которая сказала, что с законом Савченко не все в порядке. Что вы говорите? И его нужно изменить. Говорили о том, что вышло по этому закону из тюрем очень много особо опасных преступников. Давайте разбираться, Борислав. Будет ли это лето холодным летом 2016? Удивительная ситуация. Но здесь сейчас присутствуют два человека, которые делают поправку. Как музыка? Сделали поправку? Да. Удивительно. Итак, кто согласен с критикой этого закона, кто не согласен, кто будет голосовать, кто нет. Борислав, вот теперь вы можете начать. Спасибо. Я вам благодарен. Алексей, так сложилось, что здесь присутствуют два человека, которые являются автором закона проекта, которые вносят правку с так называемой законом Савченко. Это я и Игорь. В момент отбора антикоррупционных судей, мы столкнулись с ситуацией, антикоррупционных прокуроров, прошу прощения. Мы столкнулись с ситуацией, когда выяснилось, что достаточно большое количество людей, которые совершили тяжкие преступления, тяжкие и особо тяжкие, вдруг планируют выйти на свободу. И судья Калядник-Зварыч на их фоне, это агнец просто. Потому что собираются в тот момент выходить один из основателей элита-центра, Волконский, знаменитый убийца, народный депутат и так далее. То есть такая целая цепочка. Руководители ОПГ и все они подпадают... Я хочу уточнить, может быть вы когда были в Эстонии пропустили, основатель элита-центра уже сидит дома. Это было тогда, это было в прошлом, это было в прошлом году. Мы с Игорем написали поправку, пришли к господину Гройсману, который был тогда спикером Верховной Рады, показали, он говорит, без вопросов подниму этот вопрос на Совете Коалиции. Поднял. Поднял. Все как один сказали, закон нужный, будем вносить. И все. Прошло уже сколько времени, никто не вносит. Но проблема не в том, уже все, кому надо, вышли. Давайте говорить правду, откровенно. Поправка о том, что те, кому относятся асвтяжки и особо тяжки, не имеют права на эту конденсацию за счет, что вы владеете цифрами, сколько успело выйти? Чем это грозит в стране? Порядок десь 10 тысяч приблизного. Вы говорите об особо опасных преступлениях? Да, да, да. Ну, меньше 10 тысяч, скажем так. Ну, это не мало. И в чем вопрос? Действительно, в тюрьмах и в СИЗО сейчас колоссальная кількость абсолютно невинуватых людей. И закон Савченко был именно на это направленный, чтобы их выпустить. И виходит, что мы так, выпускаем и этих, и мусили уже выпустить и тех, кто действительно винуватый. Такий тяжкий перед нами стоял выбор, но довелось его сделать. Но сейчас действительно нужно это улучшить, сделать норму. Когда сепаратисты, террористы, люди, которые разрушили страну, в первую очередь, в этой ситуации они не имели такого права ни на какую, значит, милість. Лише по закону. Да, пожалуйста. Мне просто интересно, а когда принимали этот закон, это какие-то инопланетане его принимали, или это дебили депутаты принимали? Нет, это не дебили. А кто принимал этот закон, до которого теперь нужно вносить поправки, чтобы те, кто не должны выйти из этого, они должны уходить. Это дебили депутаты принимали. И принимали этот закон свідомо в тей редакции, которая позволила выйти. Не только тем без него, а еще и позволила выйти этим особо тяжким вручинам. Людина ображает Завченко, которая сидит сейчас в тюрьме. Давайте все-таки немножко поваломатим. Не, по-перше, давайте все декомо. Возьмите там рейку Путіна, тоді будете дебилами. Я говорю, что одразу можно было с всеми поправдами, я не внесли, а одразу можно было приятное такими действиями. Это не от меня. А не принимать таким чином. Мы не можем справиться. Вы поняли ваш вопрос? Спасибо. И они сейчас увидят это. И завтра дитина пида в школу и скажет, ты можешь дебили сказать, там на телебачене скажут, что я не могу в школе так сказать. Поэтому нужно всегда витримовать какой-то культурный уровень. Вы можете витримовать все, что вам за год. Если вы его не можете витримовать в принципе, хотя бы тут. Я вам говорю, что если вы живете в своем окремом свете, я хочу вам сказать... Тарас, вы мне мешаете. Алексей, я вам сразу хочу сказать, что вы как депутаты тоже не очень хорошему можете учить, пускать стаканами, бутылками. На справде, почему цей закон, я с бутылками по залу не бегаю. Но вы не наказываете тех, кто это делает. Я, почему цей закон, и этот закон действительно был нужен. В него можно внести поправки и тоже нужно. Но логика этого закона правильная. У нас сегодня есть в стране тысячи людей, которые годы просидели в СИЗО. Годы. Потом их вина. У некоторых доказано, но у них вообще не доказано. Наша правоохранительная система, вместо того, чтобы нести ответственность за ситуацию, когда человека посадили, и они дальше бумажку отправили туда, бумажку отправили отсюда, пухнут тома, дайте мне, пожалуйста, сказать. Бухнут тома, бухнет вот такая вот переписка, а человек сидит. И это надо было прекращать. Другой вопрос, что сегодня, как вторым важным действием... Но может быть, прекращать нужно было не с бухты-барахты, а немного продумав. Вторым правильным действием необходимо наказывать тех следователей, которые так ведут эти дела, тех прокуроров, которые осуществляют прокурорский надзор, при которых так идут эти дела. Но это надо было прекращать. Нет ни одной стране в мире, где люди столько времени проводят в СИЗО, как и Украина, и ну еще Россия, и еще несколько других стран. Я просто говорю по правилам. Не, я не прав. Ну, конечно, сон, 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 сон. Находясь в Страсбурге, Алексей, находясь в Страсбурге, мы общались с представителями по права человека, которые сказали, на самом деле у вас не шутшая ситуация. Есть Греция, член ЕС, который гораздо хуже ситуации. Есть Албания, есть масса других стран. Но давайте на Албанию равняем. А Грецию пообравняем? И Греция нам не примерно. Ну, у нас что? Давайте, давайте мы не будем сравнивать, давайте мы не будем сравнивать, где лучше, где хуже. Мы сделаем, вы объясните все в следующей части, Борислав. Я заложник ритма программы, рекламы. Можно ли было сделать так, чтобы и выпустить невиновных из СИЗО, и не допускать того роста преступности, который сейчас захлестнул Украину? Разберемся в следующей части программы. Спасибо. Это «Черное зеркало». Мы продолжаем разговор о том, что делать с ростом преступности в Украину. Все больше и больше он захлестывает нас с вами. Это наша часть, следующая часть нашего разговора. Начинаем прямо сейчас. Холодное лето 2016-го назвали мы эту часть нашего сегодняшнего выпуска. Вопрос в чем? У нас в стране все больше говорят о необходимости борьбы с коррупцией, с чиновниками, с министрами, со взяточниками. И как-то не очень активно сейчас обсуждается тема и в СМИ, и среди политиков, тема бытовой преступности, которая захлестнула уже Украину. Что с этим делать? И справляется ли нацполиция или нет? Борислав, прежде всего, дам вам закончить, я обещал. Тремя предложениями вы обещали свою мысль. Я хочу сказать, что нам нужно культовать в себе комплекс меньшевартостей, потому что Украина – это не самый лучший пример для пинициарной системы. Есть действительно другие, но мы должны работать с первой причиной и украшать условия самофинициарной системы. Потому что иначе мы будем принимать любые законы. Но это не выравит ситуацию. Ну так и... Спасибо. Я не знаю, видно ли вам, господа депутаты, может, вы высоко живете и вас не касаются эти бытовые проблемы, но вы замечаете, что рост бытовой преступности возрастает. Игорь? Да, безусловно. Я, честно говоря, в себе на районе спостерегаю. Выросла количество нападей просто на машины. Разбивают скло, забирают, извините. Это такая бытовая речь. Машины угоняют, грабят квартиры, грабят прохожих. Я вам скажу так, что на самом деле, будь-яка, звичайно, даже людина, может понять, в чём причина, если она посмотрит на график злочинности по-найбільш популярным, так бы мовити, злочинам. Это квартирные кражи, это автомобильные кражи и тому подобное. Грабежи. Треба подивиться, каким чином йде просто график. Листопад 2015 року на 30-40% пішли показники вверх. Что тогда было, 7 листопада вступил в дию закон про национальную полицию. Тобто, старая милиция исчезла, появились новые полицейские. При этом, с этой реформой, на жаль, судя из всего, было выпускаено в детину. То есть, разваляно следствие, разваляно оперативную работу. У нас появилась новая полиция, они классные хлопцы, но они не следственными, у них нет таких повноважений. Они не оперативными работниками, они тоже не имеют таких повноважений. А милиция, в первую очередь, это следствие, это оперативная деятельность. Поэтому, конечно, после этого, 45% от графиков, если вверх, до сих пор, на жаль, росте. В три раза по определенным параметрам в березне были риски показников по аналогичным периодам предыдущих годов. Хорошо, а как долго тогда может продлиться эта тенденция роста преступности? Ирина. Вы знаете, я не знаю, сколько она может продолжить, то есть, но я точно могу сказать про цифры по Киевской области, так? Так, взросли угоны автомобилей на 80% у порівняння с предыдущим годом, аналогичным периодом. Ирина. В последний вопиющий случай был на этой неделе, я только уточню, были обстреляны сотрудники нацполиции, патрульные. И вот, и вот, и вид соби, воно не только зростае, а еще и колькость тех, которые раскрываются, воно просто, ну, очень сильно зменшивается. На сегодняшний день воно зменшилось на 30% у порівняння с предыдущим годом. И это данные, которые дает руководитель национальной полиции Киевской области. Вы представляете, какие эти показатели? Больше того, я вам скажу, мою квартиру, особисто мою квартиру пограбовали в Киевской области 4 месяца назад. Мені слідчий заявляв про то, что мы найдем, это не проблема, мы имеем все базы. От ваша... И даже депутаты мне помогли. И от ваша, это будет на контроле у нас, будет на контроле в прокуратуре, мы все сделаем. Я хочу зазначити, что после того, как я дала показы, до меня даже один раз не подзвонил слідчий. Я уже тоді розумела и коментировала, и говорила про то, что я усвідомлю на 100% что жодного разкриття, злочину не будет. И это, ну, про это все следует дияльность новой полиции. Если мы думали, что реформа полиции, это новые формы, окуляры, гарные полицейские, новые автивки, то нет, друзья, это не только эти все внешние складовые. Это еще в первую очередь анализ. И когда мы говорили про створение национальной полиции, мы должны прогнозировать, что у нас есть зона конфликта на сходе Украины, что у нас не только внутренне перемещенные особи, которые потребуют и имеют такую необходимость переезжать на неокупованную территорию, а что у нас и криминалитет будет переезжать на неокупованную мирную территорию, так? И тут будет пытаться развернуть свою деятельность. Это то, что и происходит. Фактически через неразкрытие, те все люди, которых просто не ловлят, они фактически идут и скроют на новое и на новое все эти злочины. Вот и все. А только ли в несовершенстве национальной полиции проблема? Нет, не только. А то, что снижается уровень доходов населения? И, грубо говоря, ну отец какого-нибудь семейства, ну, не хватает ему образования каких-то моральных качеств. Он понимает, что он не может заработать и идет воровать. Обнищение населения не оправдание. Я живу, я... Обнищение населения на моих устах звучит как обвинение. Нет, обнищение населения это ужасно. Но это, я могу сказать, не оправдание для ситуации. Я живу в элитарном районе, Троещино. Очень хороший элитарный район в Киеве. Вы не встаете это повторять. Да, я могу вам сказать, сегодня я был у себя в районном отделении, я разговаривал с начальником следствия, он мне сказал, еще недавно у нас было 80 человек, нам обещали поднятие зарплат. Сколько получает следователь, вы знаете? Чуть больше 2000 гривен. Вы говорите, у меня было 80 человек, сейчас менее 40. Если нам не поднять зарплату, они уходят на другую работу. Они находят себе нормальную работу на гражданке. Уходят, уходят специалисты высокой квалификации. Поэтому, когда мы рассказываем про полицию... Они просто уходят и выгоняют, как время на переатестации, так называемые. Когда мы говорим о том, что они уходят, надо понимать, что уходят не желторотые юнцы, а профессионалы, которые много лет работали в следственных органах и понимают ситуацию. Они хорошо разбираются. Спасибо, Борисович. И они уходят, а на их место некого бы назначить. И вот это беда. И в итоге мы приходим к ситуации, когда у нас есть красивые полицейские, когда у нас есть поли-министр, который красиво отчитывается, и у нас некому красиво вести дела. Я хотел бы уточнить у Алексея Гончаренко, у меня как раз к вам вопрос. Спасибо. А можно я прокомментирую? Нет, ответьте на мой вопрос, пожалуйста. А потом я все равно прокомментирую. Я услышал, что вы против переатестации. Я не ослышался бы на лозунге о переатестации в парламент прошли. Я против... Я? Ваша партия. На лозунге о переатестации? Ваша партия. Насколько я правильно помню, вы же от БПП? Давайте отделим, во-первых, одно от другого. У нас есть красивая полиция, и на самом деле, то, что к ним есть сегодня доверие людей, и то, что эти люди меньше берут, намного, и это факт, и это плюс, и не нужно отбрасывать это сразу, как будто это не имеет никакого значения. Это имеет значение, эта часть реформы удалась. Но мы в Украине, как всегда, мы не можем же остановиться на чем-то одном, мы идем дальше, и у нас пошла тема, давайте уже сделаем полную переатестацию МВД, причем проведут ее, честно говоря, не совсем понятно кто, и в итоге этой переатестации сегодня не то, что уходят люди опытные, а их выгоняют, этих опытных людей. По итогам переатестации, на которой людям задают вопрос, а где ты был, какой у тебя портрет висит? Когда следователю, я разговаривал с многими следователями, им на переатестации не задается вопрос ни об уголовном кодексе, ни о том, как они работают, а задается вопрос, где ты был в ночь с 27 на 28 ноября 2013, 14, 15 года, что ты делал, какую песню ты встаешь, когда утром проснулся, то, конечно, эти люди уходят, их увольняют, они им говорят, вы не прошли переатестацию или на понижение, чего никто не хочет. Хорошо, Лёша, а что с зарплатами делать? Теперь вопрос второй, что делать с зарплатами? Безусловно, сегодня эти зарплаты надо повышать, в этом нет ни у кого сомнений, но, понимаете, это разговор, это, извините, разговор, я не хочу его вести в таком простом популистическом ключе, это простой ответ, потому что если я сейчас скажу, давайте, конечно, надо увеличить зарплаты милиционерам, полицейским, а скажите, а не надо увеличить зарплаты пограничникам? Сегодня у нас идиотская ситуация сложилась, когда пограничники получают меньше всех, среди всех ведомств по сравнению с армией, по сравнению с нацгвардией и так далее, а не надо нам повысить зарплату учителям, а не надо нам повысить зарплату врачам, поэтому я бы здесь все-таки упирал на первую очередь, у нас есть реальные возможности у государства, но я бы упирал на то, что мы должны организовать нормально работу тех ведомств, которые уже есть. А не плодить новый и не придумывать. Дмитрий Добродово. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще не произошла проблема при реформе МВС. Никто не соперечается, что полиция – это хорошо. Она не произошла комплексно, она произошла така. Это витринная реформа, и мы это понимаем. В середине самого ведомства на низинном уровне произошел конфликт, и он был, очевидно, закладен сразу. И тогда мы поднимали это вопрос. Потому что вы сказали про зарплату, пожалуйста. Пожалуйста, полицейский сегодня у нас есть зарплату несколько раз больше, чем оперативный работник. Мотивационная часть оперативного работника, который, кстати, действительно должен был прийти к аттестации, все еще выступает за аттестацию, только проводится квалифицированно и правильно. В данном случае Министерство внутренних справ замовчивает страшную цифру. Только есть по Киевской области, а в ней набагато больше по всей стране щодо раскрытия злочин, особенно важных злочин. Это при том, что рост злочинности, в этом уже не имеет никакого суммирования, теперь вопрос, насколько рост рост злочинности. Вот, власне, когда мы перепрозначали уряд, у нас был колишний Министр внутренних справ, он же став и теперешний. Мы не слышали главного, мы не слышали а не звиту, а не слышали о Министерах внутренних справ. А, послушайте, это очень важно. Мы не слышали очень много чего-то, а не теперь мы не слышали, что он собирается и каким чином решить эту проблему. Как результат деятельности Министерства внутренних справ? Это наш защит. То есть, проваливши наш защит населення, мы перепрозначили, то есть, коалиция, я не голосовал за это абсурдное пакетное голосование, мы, по сути, таким чином, так, о парламенте, коалиция, в том числе, Алексей, и вы, одобряем, срубили цемь, Насколько важна проблема, в какие она входила, продолжающие выбросы, а Народный фронт рекомендував Пановасева, а нажали бы, знаете, супер, я хочу ответить, насколько важен вопрос, который мы сейчас обсуждаем, мы сейчас услышим, по результатам опроса, который... Нет, 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 время, время, время. Пожалуйста, результаты опроса, мы спросили у наших зрителей, пугает ли он рост преступности в Украине. Вы уже настолько повторяете, что уже даже нечистое неизвестное. Посмотрите, пожалуйста, тема действительно уже надоела, наверное, люди боятся, их пугает рост преступности в Украине. 72% говорят, что они живут неспокойно. Друзья, извините, но у нас осталось совсем немного времени, нам нужно обсудить еще очень важный вопрос. Ситуацию на Донбассе. Президент сегодня предложил выступил с предложением о пасхальном так называемом перемирии, предложил России и боевикам прекратить огонь хотя бы на время этих светлых праздников. Получится это или нет? И о том, что у нас происходит с обменом пленными, сейчас и будем говорить. В следующей части. Ну и, как я уже сказал, напряженность в зоне АТО по состоянию на сейчас не стихает, несмотря на призывы украинского президента о перемирии праздничном. Верите ли вы в то, что в затишье хотя бы какое-то возможно? Давайте спросим у людей, которые являются, ну, больше знают о том, что происходит на Востоке. Пожалуйста, однажды. Моя жесткая позиция, что там нема с кем про что домовлятись. И про перемирие тоже. Треба делать то, что мы должны делать, для того, чтобы выиграть эту войну. У нас там не проблема на Сходе, как кто сказал, у нас там война на Сходе и каждый день мы имеем пораненными и убитыми хлопцем. Ни с кем там не можно ни про что домовлятись, надо делать то, что мы делаем. Это четкая позиция. Ниже не будет перемирия нижней часы, нижней часы. Потому что там негидники, циники, и нет там какой-то вертикальной влады, с кем можно было бы домовлятись, и они бы там хоть как-то дотримались этих домовленностей. Это мы уже слышали на себе, когда воювали, когда нам обещали, и потом наследок этих перемовин мы втрачали бойцов. И сейчас мы точно знаем, можно пробовать хотя бы на час там зупинить обстрелы, и потом буквально через 10 минут звезти начинают стрелять. Хорошо, ваше отношение к этому понятно? Не мое возможности с кем-то домовлятись. Скажите, как вы оцениваете хорошо Минский процесс тогда в целом? Слушайте, Минский процесс уже закинчився сам по себе. Это уже его не существует в принципе. Мы его пока что поддерживаем штучно, хотя бы что-то, что мы называем Минском-2, для того, чтобы как-то понять, куда мы идем. Пока мы накопичиваем силы, укрепляем армию, делаем хоть что-то, чтобы в конце концов выиграть эту войну, мы должны поддерживать таки концептуальные Минские договоренности. Они не работают, они себя выжили, и они нам нужны сейчас только для того, чтобы перейти в инший формат. Цей инший формат будет вызвана война на нашей территории. Понятно. Спасибо. Но все-таки сторонники Минского формата в этой студии есть? Да, есть. Николай, Алексей, вы. Я хотел сказать следующее. Альтернативы Минскому процессу нет. Об этом говорит наш президент, об этом говорят президенты, президент Франции, об этом говорит канцлер Германии, об этом говорит президент Соединенных Штатов Америки, и какие-то здесь мне кажется другие варианты они губительны для страны. Мы сегодня обсуждали вопросы восстановления экономики. Никакая экономика не будет восстановлена пока на территории страны идет война, пока гибнут люди, пока есть перманентный военный конфликт в нашей территории, пока мы не контролируем достаточно большую ее часть. Поэтому альтернативы в этом вопросе быть не может. Оппозиционный блок категорически стоит на этой позиции, и мы готовы поддерживать все действия в данной ситуации, конструктивные действия власти по имплементации Минского процесса, естественно, с условием того, что та сторона будет точно так же действовать. Но для этого, и об этом уже говорят наши западные партнеры, и от Украины должны быть конкретные шаги, в том числе и в парламенте. Алексей, вы только что говорили о том, что вы сторонник Минского процесса. Сможет ли Верховная Рада по-вашему в ближайшее время принять необходимые законы, ну хотя бы там в части закона о местных выборах? А сегодня, к сожалению, на Донбассе нет никаких условий для выборов. Их нет. И мы не будем проводить выборы для того, чтобы там легитимизировать Гиви, Моторолу, Захарченко и Плотницкого. Такие выборы никому не нужны, они ничего не дадут. Нам нужны выборы, на которых мы сможем избрать, представителей Донбасса, конечно же, это наша территория, но только для этого сначала мы должны получить контроль за государственной границей. Если не украинские пограничники, то хотя бы полицейская миссия ОБСЕ. На этой территории должен действовать украинский закон, вещать украинские каналы, в том числе телеканал Интер, работать украинские партии, все без исключения. И тогда мы должны контролировать там правопорядок. И тогда, и только тогда мы сможем провести выборы. А иначе, какие же будут выборы, если у участка будет стоять боец российского десанта с автоматом? Мы уже видели такой референдум в Крыму, так называемый, когда стояли с овчарками, с автоматами, с пистолетами и проводили референдум. Алексей, скажите, очень много слухов на этой неделе было по поводу визита. Я бы заканчиваю. Минский процесс это не выборы. Понятно, подождите. И только выборы. Очень много слухов было по поводу визита Виктории Нуланд в Украину. И в частности о том, что она чуть ли не называла четкую дату проведения выборов и требовала депутата принять этого закона. Она сама проверила. Но ведь и некоторые депутаты до этого сами называли. Это был слив из парламента, не журналистский. Вы хотите прокомментировать, Константин, пожалуйста? Да, я хотел бы это прокомментировать, потому что тема эта появилась информационно на таком ресурсе, который называется «Страна Юэй». Это люди знают. Ресурс, основанный Игорем Бужевой, который до этого возглавлял «Холдинг Вести», потом «Газету Сегодня». Человек с яркой, очень антиукраинской позицией. И там встреча с Нуланд была фактически переврана. На первое место был поставлен тезис о том, что Виктория Нулан потребовала проведения выборов. Все участники встречи подтверждают, что это ложь. Виктория Нулан сначала поприветствовала всех с обретением Кабмина, выразила оптимизм о реформах, и потом сказала, что действительно есть минский процесс, он заходит в тупик, делайте что-то. Я хочу сказать, что все остальные в этой публикации материалы, они были аккуратно написаны по темникам МИДа Российской Федерации. И просто это еще раз подтверждает, что война против нас развязывается не только военная, а вот позавчера, допустим, в секторе. Длилась, было наблюдать любой съезд, зафиксировали 600 взрывов. 600. Да, ну и показательно, кстати, и то, что мы тему обсуждаем войны на Востоке, последней, как будто, что очень показывает, на самом деле, реальное отношение к ней, уважаемых политик. Это непоказательно, я могу вам объяснить. До последнего момента мы ждали прямой линии с Вашингтоном. И мы хотели подробно поговорить о том, что говорилось на саммите ООН, который, ой, на заседании ООН, который был инициирован Украиной по поводу Востока. Только поэтому мы дотянули до последнего, но, к сожалению, Последнее заключение по поводу Минска и по поводу... Вы извиниться, не хотите перед депутатами? Перед чем, прости? Но вы только что оскорбили... Если политики повестку дня определяют на этой программе... Вы только что оскорбили и спокойно дальше продолжаете говорить. Какая вера может быть вам к человеку, который собрал и продолжает говорить так же оскорбенно дальше? В чем вас оскорбили? Вы посмотрите на рейтинги доверия к вашим институтам. А я вам объясню. Я сегодня ночью вернулся с АТО. Нет, 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 я сегодня вернулся с АТО. Я хочу сказать, я и с Марикой был, я побывал везде, поверьте. Отлично. И наблюдал интересную вещь. Давайте с вами в Бариуполе увидимся. Я хочу рассказать такую вещь, что я пообщался с ребятами, которые там воюют. 37-й, 501-й. Они говорят одну и ту же вещь. Ну да, мы можем их смести. Если будет политическая воля, мы их сметем. Но с другой стороны, мы пообщались с представителями некоторых батальонов, они говорят интересную вещь. В районе Володарского... Мы их, это кого их сметем? Нас всех, депутатов, правительства, законную власть. Вы русские или кто? Я тебя прошу. Борислав, вы мысли... Закончите, Борислав. Критики, Борислав. Позвольте, послушайте, мы в этой стране. Можно? Мы их сметем точно. Дайте только команду, дойдем до границы и закрепимся. Но потом я разговаривал с ребятами, которые показали интересный пример. Удивительный пример. В Володарском, это фактически 20 километров до границы, с силами военных произошло разминирование. Володарск, это ближе к Непропетровской области. Да, я знаю. Очистка... Это даже контролированная территория. Очистка садов. Дали людям посеяться, дали людям работать. Привели в порядок дороги, восстановили больницу, инфраструктуру. Что происходит? Удивительная ситуация. Постоянно существуют челноки, которые ездят оттуда во сюда. Они приезжают, и у них глаза открываются. И они говорят, а как это? У вас же разруха. А что же происходит? А я ему говорю, нормально происходит. Жизнь восстанавливается. Это у вас там, Сомали. А здесь жизнь восстанавливается. Так вот, как ни странно, это работает лучше всего. И если восстанавливать инфраструктуру, и этим мразям показывать, что в отличие от их пропаганды, у нас, на нашей территории, все работает, поверьте, разруха, она же не на улицах, она в головах. И вот этим можно... В этой ситуации... Мы власть восстанавливается. Это примерно 2-3 человеческих жизни, которые со стороны украинской армии, просто в силу вот этой вот ситуации, которые гибнут каждый день. И еще гибель граждан, которые остались по ту сторону. Позвольте, я все-таки закончу про историю с Минском. Здесь не должно быть никаких манипуляций, потому что есть всего несколько способов, как говорил, по-моему, Стейнберг, автомобиль для того, чтобы ехать, должны работать все его части. Минск может случиться не только, если будет предпринята определенная последовательность действий. И первая последовательность, о которой реально можно говорить, это которая должна быть, это безопасность, обмен, освобождение заложников. Всех наших граждан, которые попали в заложники и оказались на той территории. Можно поговорить, у нас есть Юрий Тандит, советник главы СБУ, который занимается этой темой. Юрий, скажите, пожалуйста, почему стал пробуксовываться, очень сильно пробуксовываться этот вопрос? Мы давно не слышали новых имен, освобожденных. Вы знаете, я специально взял с собой списки по последней формуле 25 на 50, еще с 6 января. То есть мы готовы были отдать 50 за 25 наших, правильно? Да. Украины большое терпение, и мы идем на компромиссы для того, чтобы забирать наших ребят. К сожалению, когда мы напрямую два года назад начинали заниматься освобождением заложников, когда первые операции фактически были за линией соприкосновения, мы делали дело. Были уникальные операции, когда мы забирали очень большое количество наших ребят. Но, к сожалению, эту тему стали использовать в том числе и политики для того, чтобы... Пиариться. В том числе. И со стороны Российской Федерации понимают, что происходит у нас, понимают, насколько для нас это болезненная тема. Более того, если сравнивать, как мы относимся к нашим героям и как относятся там к этим людям, которые совершали преступления, у которых тоже есть близкие родители, жены и так далее. Ведь они, о них никогда не беспокоились. Мы беспокоимся обо всех и мы готовы отдать 50 человек, которые, в принципе, поданы были в списках. Мы не кого не ловим на улицах, отдаем тех, кого они затребовали. И они вообще ничего о них не говорят. Они их не интересуют как людей. Для нас лишь это только подтверждение того, что, к сожалению, соседнее государство использует всех заложников и всю эту тему для того, чтобы давить на нас, в том числе, давить на власть, в том числе, давать возможность, чтобы мы из этого тоже ругались. Потому что для нас это приоритетная тема. У нас остается небольшое количество наших заложников, но они для нас всех, каждая жизнь их бесценна. На сегодняшний день освобождено или найдено 3043 человека. А остается еще там 127 человек, из них 115 на территории временно оккупированных районов Луганской Донецкой области и по данным СБУ 12 на территории Вы уже больше года занимаетесь этим вопросом. По Вашим ощущениям сейчас насколько это все притормозило, сколько еще может занять этот процесс? Как быстро эти люди могут вернуться? Вы знаете, мы можем забрать наших ребят за несколько часов. Всех. Мы знаем примерно, где кто-то Я говорю о характере переговоров. Каким Вы его видите? К сожалению, действительно, в Минске тема освобождения заложников она приостановлена. Потому что к ним относятся действительно как к заложникам террористов. В том числе один человек, который сидит за кремлевскими стенами. Я призываю политиков, чтобы на этом никто не спеклировал. Юрий, а в международной поддержке нам в этом вопросе сейчас хватает давления наших западных партнеров? Дело не в поддержке, которой нам хватает. Дело в психофизиологии одного человека. Шизоида, эпилептоида, которые к этому относятся как к теме суперидеи. Понимаете? Вот он эту тему держит. Почему Надежда Савченко до сих пор не сидит? Вот только хотел перейти к судьбе главной нашей заложницы. которая незаконно находится в России. А вы задали вопрос про международную поддержку. Прошла только что парламентская ассамблея Совета Европы, очередная сессия и принята беспрецедентная резолюция ПАСЭ, беспрецедентная, в которой мало того, что требуется немедленное освобождение Надежды Савченко, по инжилису крымско-татарского народа и так далее, там призываются европейские страны вводить список Савченко по примеру Литовской Республики, которая это сделала первой. И это очень важное событие, хочу рассказать нашим зрителям и слушателям, что Литва ввела так называемый список Савченко, персональный список людей, которые принимали участие в издевательствах над ней и над вообще здравым смыслом, все, что является суд над Савченко, и запретили им въезд, арестовали их активы, все возможные на территории Литовской Республики, счета и так далее. И сегодня ПАСЭ призвала все страны, которые в нее входят, а это 47 стран, это весь Евросоюз и страны сопредельные, пойти по этой же практике, это беспрецедентное решение. Поэтому международное давление есть. Алексей, вы лично верите, что Надежда Савченко скоро увидит свободу? Да, я лично в это верю, я разговариваю постоянно на контакте с ее адвокатами, Марком Фейгином, Ильей Новиковым, которые были и моими адвокатами, когда меня держали в Москве, я в это верю, я убежден, что это произойдет. Меня держали полдня. Но этого достаточно для того, чтобы оценить полностью российское правосудие. И Борислав так смеется, потому что его, конечно, никому не... Извините, недостаточно, чтобы становиться на одну ступень с Надеждой Савченко. Извините, он так смеется, потому что понятно, что его там никто не интересует, никому, чтобы даже поддержать его 30 минут. Потому что его только можно держать там, где он находится сейчас. Юрий, А если бы там провели какое-то время Борислава, было бы не так смешно. И совершенно не так смешно всем тем людям, и всем тем людям, сотням, тысячам людей, которых держали под валах, которых держали везде. Причем для себя, и для меня себе. Знаете, я уверен, что каждый из нас, тоже здесь присутствующих, думает об одном и том же. Мы действительно, к сожалению, соблазняемся определенными вещами, и иногда ищем, что нас разделяет. Надо искать, что нас объединяет. Я не хочу быть правительством каким-то. Мы, каждый из нас это понимает. Более того, я думаю, что все мужчины готовы поменять себя за Надежду Савченко. Уверен в этом. Татьяна, но я тоже не об этом. Вы знаете, я надеялся, что до Пасхи этот человек, о котором я говорил, он все-таки сделает определенные вещи. Тем более, что мы были готовы еще 6 января сделать все, что обговаривали заранее. Все формулы мы реализовали. И они до сих пор пытаются с нами говорить с позиции силы. Все ли сделала Украина для освободения Надежды? Я готовлю поменять 400 депутатов на Надюю Савченко. Хорошее предложение. Готовы ли депутаты поменяться, но... Татьяна, наше Министерство закордонных справ и президент, как, власне, особа, ответственная за внешнюю политику державы, начали и запропонировать в свете новой формат. Потому что абсолютно зрозумело, что Минск вычерпан. Какой... Альтернатива Минску в том, чтобы признать эти территории окупованными. Визнать Россию, державу окупированным, поклательным... Мы визнали Франции, Германии, Соединенные Штаты. Мы визнали их окупованными. Пані Тетяна, как это мы не визнали? Мы не визнали, так визнано. Постанова не закон. Не визнано російськой агрессией. Постанова не закон. У нас немає... Постанова Верховной Ради, есть ли постанова Верховной Ради. Постанова не закон. Пан Олексей, не маніпулюйте, будь ласка, понятями. Потому что в нас немає поняття держава окупант. В нас на Росії очевидно не визнано. Постанова не закон. Еще раз обаянно. Мы услышали ваше мнение. Постанова Верховной Ради, у нас навіть не визначено порядок відносин і не можуть почати діяти міжнародні конвенції, які власне визнащають 30 секунд. 30 секунд Борислав Березов. Я хочу сказати, ми щось сидимо в этой студії, в воскресенье все будут отмечать Пасху. Я хочу сказати, що все это происходит благодаря пацанам, які сейчас на передке. Тех пацанів, які обстрілюють кожен день, тих пацанів, які уходять в тыл врага, тих пацанів, які захищають Україну. Задача всіх присутствуючих депутатів, міністрів, політиків зробити так, щоб більше українці не погибали. Задача нас восстановити Україну в тех размерах, що вона була раніше. Вернути в Україну мир. І саме главное, щоб не було ругань, а були дела. Тому давайте славу в Україну. Ругаєю у нас действительно сегодня было немало. Согласитесь, що страстнує пятницю у нас і ефір получился немного страстним. Але тем не мене, я всех благодарю вас за участие в нём. Зрителям хочу сказати, никаких итогів я подводити не буду. Ви всё слышали сами, решайте сами, хто був прав, хто виноват. К сожалению или к счастью, к радости. На следующей неделе мы не увидимся, все мы будем отдыхать во время светлых пасхальных праздников с нашим следующим ефиром. 13 мая. До встречи! АПЛОДИСМЕНТЫ